Привет. О, как красиво. Спасибо. Я думаю, что сегодня должен быть очень интересный эфир. У нас очень необычная девушка, необычный эксперт, поэтому мне будет очень приятно с тобой поговорить. Ты мне скажи, Тань, ты вот не сидишь на карантине, на самоизоляции, тебе приходится постоянно работать. Получается удачно? Я очень люблю работать, и мне кажется, это самое хорошее, что было сделано во время карантина, потому что я вернулась к живым людям. Конечно, на мне есть все средства защиты, но у меня нет никакой депрессии, никакой грусти. Продолжаю радоваться жизни. Это очень хорошо. Ну что, давайте я представлю нашу дорогую Татьяну. Таня, сделаем это красиво. Я специально отметил определенные вещи. Значит, Татьяна у нас дипломированный винный эксперт от стобальных до российских вин высокой кухни, путешествий со вкусом и просто мама. До того, как стать ресторатором на две стороны, Татьяна Аман провела в центре лондонской винной экспертизы 10 лет и вернулась в Россию в июле 2019 года для работы с ресторанными проектами компании Simple. Я все правильно сказал, да? Да, все правильно. Ну, отлично. Тань, скажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься? Что за у тебя работа в компании Simple? В компании Simple у нас есть независимые рестораны. Simple Wine & Kitchen, Grand Cru и новый проект вайн-дапо, где Simple принимает участие, но не моноорганизатор, я бы так, наверное, сказала. Соответственно, итого, включая винотеки, рестораны и бары, это семь объектов. Ну, давай расскажем нашим слушателям, подписчикам, зрителям, когда ты начала вообще свой винный бизнес. В винном мире когда ты начала крутиться? Когда начала крутиться? Самые-самые первые шаги? Да. А самые первые шаги были очень забавные, смешные. После учебы в университете, я просто... Просто ты же мне заранее вопросов-то не говорила, если бы ты заранее подготовилась, я бы вспомнила это в памяти, а сейчас приходится... Ну, не принципиально. То, что приходит в голову, да. Да. Ну вот, в общем, я закончила университет, и моя мама сказала, хорошо, давай работать в финансово-исследовательском институте, будешь вести какие-нибудь там проекты, никому не нужные на тот момент. Ну, государство платило, и хорошо. Я устроилась, на три месяца меня хватило, я не понимала, зачем ходить на работу, когда там ничего интересного не происходит. И я открыла газету, я не помню, по-моему, она тогда называлась «Что-то связанное с работой» или «Из рук в руки». По-моему, «Из рук в руки», вот я не помню. И там было объявление «Требуется промоутер по продаже коньяка Хеннесси в супермаркете». Я подумала, ну, как интересно. Я тогда даже ни разу никакие коньяки не пила, в принципе, даже и вино не пила. Но подумала, интересная работа. И как раз-таки представители Louis Vuitton, Mike Hennessy, приехали в Казань, и сказали, типа, там, ну, расскажите красиво про коньяк. Я посмотрела всякие там публикации, что-то там вызабрела наизусть и сдала успешный экзамен. Так я оказалась в супермаркете. Ровно неделю я там проработала, продала огромное количество этого коньяка, и меня сразу забрали в офис. То есть недолго я продержалась в супермаркете. Вот так и началась моя карьера. А потом ты проработала в компании Simple? Потом я проработала, ну, в принципе, у меня была какая часть карьера в Казани. Потом меня замучило, что в Казани вторичная алкогольная сертификация. И я переехала в Москву. Переехала в Москву и устроилась в компанию Ротерхаус. Тогда я себя чувствовала, что я такой абсолютно деревенский ребенок. Устроилась в отдел маркетинга. И мне казалось, что все делают как-то не очень правильно. И этикетки какие-то не все, и названия какие-то не все. Ну, в итоге за три месяца мы тоже так наладили хорошее производство, private label, и все было очень здорово. Олег Маркевич, он, думаю, руководитель, владельца, нет, генерального директора, Олег Маркевич, по-моему, звали. И он мне говорит, Таня, будешь директором по маркетингу. И объявляет это перед всем персоналом. И я подумала, что, наверное, для меня рано, это немножко не то, что я хотела. И в этот же день я уволилась. И как раз-таки параллельно я общалась с Олегом Архиплом. Олег Архиплом говорит, Таня, а что ты, говорит, все скрипышом, да скрипышом? Давай в вино переходи. У нас вот компания хорошая есть. Я, говорит, тоже из Питера переехал. Будем работать вместе в Симпле, развивать регионы. Я говорю, слушай, ну давай попробуем. Компания хорошая, ассортимент классный. А что делать там со своими родными регионами, я уж сама разберусь. И вот так я оказалась в Симпле. Это был 2003-2004 год. И совершенно с удовольствием работала до 2008 года. Проработала буквально до 4 часов дня. Как сейчас я вспомню, это был 28 августа. И через 4 часа у меня был самолет и улетела в Великобританию на 10 лет. Потом вернулась и на следующие сутки, через 10 лет, снова оказалась в Симпле. Но в этом плане Анатолий Корнеев и Максим Кошерин, конечно, они молодцы. Всегда говорили, Таня, что-то будет не то или захочешь вернуться, типа, в первую очередь, скажи нам. Ну и ты вернулась, соответственно. Я знаю, что у тебя очень хорошие успехи. Ты большой молодец. Я хотел, знаешь, что уточнить. Ты каким образом... Ну, ты находилась в Англии. И каким образом ты стала человеком, который вошел в Международную регустационную комиссию? Это очень интересно. Как и в каждой стране, в каждом городе, включая Москву. У всех есть такие определенные винные тусовки. Везде политика. Везде-везде. Демократы, консерваторы, как угодно. И в нашей винной среде происходит все то же самое. При этом, наверное, в Англии прорваться к какому-то человеку из Восточной Европы, который говорит с большим языком, это было достаточно сложно, чтобы тебя слушали и воспринимали хорошо. И самый первый шаг, наверное, был сделан, на самом деле, даже при помощи Леоноры Сколсу в каком-то мере, потому что я подала заявку в круг винных писателей, и она сказала в кругу директоров, типа, обратите внимание на Таню. У нее все хорошо, она тоже для меня пишет. Давайте попробуем. И вот я так постепенно начала ознакомиться с винным сообществом, начала вместе с ними ездить разные поездки, дегустировать вино. Ну, конечно, критики и судьи все это, они видели, как я дегустирую, как я комментирую. И первый конкурс, на который как раз-таки я попала, это был International Wine and Spirit Competition. При этом всех людей туда, абсолютно всех берут сначала на пробный уровень. То есть ты приезжаешь, работаешь за бесплатно. Ну, такой студент, и, в принципе, твои оценки нигде не числятся. А меня сразу взяли на зарплату, сразу судьей. И, в принципе, вот я там уже работаю последние пять лет. Вот это был мой первый конкурс. Ты скажи, тебе сложно было изначально начинать это? Начинать было очень сложно. Я не знаю, что такое быть наркоманом, но меня очень сильно ломало. Ломало первые где-то года три. Я так хотела вернуться в Москву. Мы все время созванивались с Анатолием Корнеем. Он все время поддерживал. Говорил, Таня, давай, держись, не возвращайся. Если уж начала, надо заканчивать дело до конца. Вот. И первое... Ну, у меня была очень интересная работа. Чем бы я когда-либо в последнее время, не последнее время, а с момента окончания университета занимаюсь, я все время люблю все дела, чем я занимаюсь. То есть это для меня мой наркотик. Вот пока я люблю свои дела, у меня все получается. Если мне неинтересно, то удержать невозможно. Вот. Поэтому у меня первые проекты были с Сахалином. Я летала все время с Сахалином, в Санкт-Петербурге. А второй проект... Ничего себе. Да, да. Я с ними работала года два. Причем я привезла большую команду из Сочи. То есть я все время очень люблю работать со своей командой. А потом у меня первый бизнес был антримеры. Я продавала очень много качественного, дорогого вина. Получалось тоже очень хорошо. И когда ты узнала о том, что существует российское виноделие? Так, откуда я узнала про российское виноделие? Да. Тогда, по-моему, еще Нарине организовывала винный стенд у российских виноделов в Лондоне. Тогда еще вот эта выставка была известная. London Wine Fair. И приезжали наши российские виноделы. Я сказала, ну ладно, схожу к каким-нибудь русским. На русском говорят схожу, попробую. Чего уж не сходить-то. Вот сходила. Это когда это было? В каком году, говоришь? Я сейчас не помню, какой тут был год. 2008, 2009, 2010, 2011. Наверное, где-то вот те... Ну да, как раз только-только-только что-то там теплилось и начиналось. Да. И я попробовала какие-то вина. Красностоп. Наверное, вот им-то и можно зацепить общественность. Переводят так смешно на английский. И я тогда помню, как сразу нашла Осклак. И на тот момент, конечно, я уже очень многих знала. Мы с ним попробовали. Но англичане же не очень вежливые. Они же не критикуют. Они же правду-то не говорят. И он, конечно, расслывался в пытки. Сказал, как все это прекрасно. Какое-то здорово. Какой у него потенциал. Какое новое интересное вино. И он как-то меня зарядил. Даже не наши меня зарядили. Зарядил меня именно он. Что надо вот копать в эту сторону. И после этого как-то вот потихонечку я начала дегустировать российские вина по мере возможности. Ну, с учетом того, что со многими, когда приходится общаться, не то что приходится, а с удовольствием общаться с нашими виноделами, я очень часто слышу по поводу тебя. Вот у нас была Таня Пахмутова, она проводила там дегустацию, она дегустирует наши вина, она нам помогает. Я знаю, что ты достаточно активно занимаешься тем, что помогаешь нашим виноделам во многих аспектах. И тебе безумно все очень благодарны. Ты сама что чувствуешь вот в это время, когда ты видишь, что действительно плоды, которые ты... То, что ты посадила, по сути дела, он растет и уже начинает приносить определенные плоды. Конечно, это не может не разливать. Потом не стоит забывать. Все, кто пробует вина в Европе, или все вы сомелье, бывшие и сегодняшние, мы все любим кислотность. Все любим кислотность, для нас это такой некий скелет. А первая промашка наших виноделов была как раз-таки с кислотностью. То есть я такая подумала, а где же, почему идет какое-то непонимание между нашими виноделами, вернее, да, именно виноделами, и московской тусовкой. Я такая думаю, почему, почему что не так? Потом подумала, так, хорошо, надо сравнить европейские образцы с нашими виноделами. Сделал дегустацию с овиньон-балла. Вот 20 слепых образцов, они наши, все остальное наши, но наши виноделы тоже их... не знают, то есть не знают, что в бокалы. Соответственно, мы сделали такую дегустацию, приехало порядка 20 человек, все это мы сделали вслепую, и попробовали все вины. И тогда было наглядно видно несколько лет тому назад, что да, наши ребята где-то на полградуса... То есть то, что кажется нам средней кислотностью, для них кажется высокой кислотностью. То есть я считаю, вот на тот момент это был какой-то... не то, что прорыв, но это было хорошо обозначить. Конечно, я там про всякие сдвиги с качеством не говорю, стабильность это избитая тема, это очень интересно, то есть мне интересно говорить про развитие. У меня, знаешь, какой еще вопрос? Ну, ты, с учетом того, что ты участвуешь в много дегустационных конкурсах, скажи, пожалуйста, вот вкусы, соответственно, Азии и вкусы Европы, они же отличаются? То есть, по сути, зачастую бывает, ну, я сам наблюдал неоднократно, как мастер о вайн определенные из Азии дегустируют вместе с европейскими и достаточно большой разброс оценок. Так ли это? Ну, как бы ты это замечала и что ты скажешь на эту тему? Я думаю, что здесь даже не сколько Азии и Европа, здесь, скорее всего, вкус индивидуального человека. И тут вариант с Азии, я конкретно помню, как раз это был российский конкурс ВИН в Абрау-Дирсо, и мы с тобой вместе наблюдали, когда один азиат поставил 78 баллов, а вино было роскошное, и мы переглянулись, и вообще не могли понять, как такое могло произойти. Поэтому я думаю, что дело не в Азии, а в определенном человеке. Мы же не знаем, может, у него последние 10 лет синусит какой-нибудь был, или он пришел с головной болью, и что-то у него вообще не получилось. А потом, у тебя же конкурс, он очень капризный. То есть, ты заранее же не говоришь, где у тебя какие-то образцы. Массета вспомни тот же свой, да? То есть, если он молодой, с такими жесткими, шероховатыми тонинами, откуда же ты поймешь, что перед тобой шедевр? Должен быть очень избалованный нос, который вот, как у Антона Панасенко, который с утра до ночи только и нюхает правильные вещи. Пробует и слышит. Ну да. Еще хотел у тебя узнать про апсет. Ты же у нас учишься, я знаю, до сих пор пишешь задания, и так далее. Вот ты идешь к мастеру вайн, или ты считаешь, что это может быть не нужно? Сет закончен. Я закончила на четвертом уровне, это дипломный уровень. Я считаю, что он вполне достаточный, потому что можно было, конечно, пойти на пятый, какую-нибудь сделать там дипломную ресерч-работу, но я считаю, что пустая трата времени. Соответственно, сет пройден, и всем тем, кто на него поступает и будет учиться, конечно, я советую заниматься заранее и по определенной схеме не тратить время зря. А мастеру вайн... Что он дает вообще? В сет? В сет, например, предположим, вот сейчас наглядный пример, предположим, ты хочешь мне продать свое вино-фантом, а я нахожусь в Великобритании. Ты мне что, будешь сейчас в сказке рассказывать? Я хочу получить какие-то определенные записи на одинаковом языке. И когда ты мне их отправишь в том виде, в котором я привыкла читать, соответственно, мне будет понятно, что ты отправляешь. И вот сейчас с удовольствием, например, те же самые твои вот армянские и российские вина, вот мне сейчас иногда присылают образцы армянские. Я их там иногда там ставлю. Так мне в Лондоне закупщики говорят, Таня, прокомментируй. А так как этот человек учился тоже во сете, соответственно, она мои записи очень легко может считать. Мы говорим на одном языке. И когда я там что-то комментирую, там про остаточный сахар или хотелось бы кислотности добавить, мы друг друга понимаем с полусловом. То есть в сет в этом плане, я считаю, он в первую очередь рожден. Четвертый уровень для закупщиков, супермаркетов, сетей. А если ты разговариваешься и надел, то если тебе нужны какие-то транзакции вести, вот в сет нужен. Дипломный уровень однозначно. Скажи, пожалуйста, а что это за уровень академик? Так, я подготовилась, я подготовилась, я подготовилась, все это не прочитала. Так, а если будет какая-то тема, где тебе хочется материться и ругаться, что в этом случае делать? Матерись и ругайся, у нас все свободно. Поэтому это наш эфир, мы говорим то, о чем думаем. Мы не телевидение, у нас здесь цензуры нет, поэтому, конечно, всегда хочется быть более культурным, но я тебя прекрасно понимаю, если хочется ругнуться, ругайся. Нет, я подготовилась, поэтому я взяла большую кружечку в такие как бы сложные моменты. Сейчас я могу что-нибудь выпить. Это как раз теперь про этот вопрос. Это австрийская тема. Владелец австрийской школы тоже мастер оффлайн. И ему надо было вот стать пухом земли, надо было сделать что-то такое, чтобы вот у школы приезжало очень много людей. Дипломный мужа уровня очень много где учат. А ты, бабах, выучил в четвертом уровне, и еще у тебя такой статус. Академик. Ты прям как шлепнул после своего имени. И оно же очень круто звучит. Очень классно. И вот ты сразу же показываешь, а я со статусом. У меня вот, посмотрите, у меня тут титулы. Но у нас в России, конечно, не принято после подписи ставить имя, фамилию, визитки. А после этого мы же не ставим никакой аббревиатуры. Если ты приезжаешь в Великобританию, все твои докторские степи, не знаю, где ты учился, там химия, психология, математика, там все будет это указано. Соответственно, в английской среде дипсет – это вполне нормальная практика. А если сейчас я в России там ставлю дипсет, ну, набор букв. И то же самое WA – это буквы, понятные в винной среде. Кто в этом разбирается? Всем остальным людям, но, в самом деле, это непонятно. Так что это хороший маркетинговый ход. Назовем интеллигентным так. Ну, к академику, к академикам, к таким вот, как мы все представляем, это не имеет никакого отношения. Никакого. Никакого. Ну, так я просто задал тебе этот вопрос, потому что я часто в последнее время наблюдаю, у нас многие именно эту аббревиатуру ставят и говорят о том, что вот Вайн Академик там и так далее. У меня даже иногда складывается впечатление, что Мастер Оу Вайн даже ниже, чем Вайн Академик, потому что это все-таки Академик, мы же привыкли к таким вот громким названиям. Поэтому ты имеешь в виду, что вот отличие именно вот те, кто заканчивает австрийскую школу, они могут получить Вайн Академик. В английской школе этого нет. Нет, это только австрийская тема. Конечно, может быть, кто-то еще копировал, но я просто уже это не отслеживаю. Я понял. Так вот, Сет, ты говоришь, что, в принципе, это нужная тема, потому что в последнее время, я тебе скажу так, что уже Сет становится каким-то настолько массовым, да, то есть человек там закончил там второй, условно говоря, уровень, и везде все пишут в Сет. Это, да, разложили по полочкам, да, рассказали, но зачастую бывает так, что с людьми общаешься, они вине-то особо много-то и не знают, к большому сожалению. Поэтому возникает вопрос, не является ли в последнее время вот это вот название вот этой вот системы, Сет, которая там, школы, уже как бы переходит грань в негативную сторону, не в позитив, а в негатив? Во-первых, все российские винные школы, и Нотре, твоя школа, да, в Питере есть несколько школ, там учат 4-5 месяцев. Мы всем прекрасно понимаем, если ты делаешь какие-то азы в мире вина с нуля, ну, невозможно выучиться за месяц и за два, невозможно, вот можно какие-то только азы получить. То, что в России учат уровень 2 и 3, это, ну, класс с 1 по 3 в школе. Это самые-самые азы. Просто у нас преподносит, что в Сет 3 я крутой специалист. Нет, это база, это самая база. Это вот ты закончил детский сад, и вот только-только подошел к первому классу. Мы подготовили, а без винной школы тебе все равно никуда не подойдет. Даже если мы говорим про дипломный уровень, не учат тебя там никаким винным регионам, я всегда говорю, закончите какую-нибудь винную школу только потом, иначе он будет слишком сложным. Так что просто у нас вот, я не знаю, как-то вот градация не та. Скажи, вот на сегодняшний день, вот в связи со сложившейся ситуацией, насколько я понимаю, дегустационные конкурсы они либо перенесли, либо они выходят в онлайн. Что такое онлайн-дегустационный конкурс? Мне очень сложно понимать, потому что обычно, ну, производитель отправляет образцы, но сколько он может образцов отправить на эту всю дегустационную комиссию? Они же каждому по бутылке отдают? Или как это происходит? Вот это очень интересно. Вот эту тему мы, на самом деле, обсуждаем уже и с International Challenge, с Film Reet, это одно и то же медиа-агентство, которое 50 лучших виноградников и 50 лучших ресторанов мира, и с глазов бабли. То есть у всех вот дилемма, что делать с образцами. И где, и куда сажать в суде, чтобы это было безопасно. Потому что это то же самое, даже с ресторанами можно приравнять. То есть ты должен сидеть в комфортной обстановке, при правильной температуре, и у тебя должны быть образцы, о которых никто не знает. В этом плане мастеров влайн справились. То есть когда идут занятия в разных частях мира, то есть там есть ежегодные семинары на неделю, все образцы отправляются одинаковые. У всех договорен, если я там в Австралии пробую какие-то образцы, то, например, в Калифорнии будет обучение через 2-3 месяца. И об этих образцах никто не знает. Потому что мастеров влайн — это люди, которые могут доверять в большинстве. И то есть образцы держатся в секрете. Если мы говорим про винный конкурс, вот мы недавно как раз-таки на прошлой неделе разговаривали с Крисом Волкером, основателем как раз этого конкурса, то есть почти все европейские конкурсы, они успели получить образцы, и до сих пор они их могут получать, то есть проблем никаких нет. А дальше у тебя всего есть там иногда 2, иногда 3, иногда 4, иногда 5 конкурсных бутылок. По уму тебе надо, чтобы кто-то проверил, что бутылка без пробки. Ну, иногда ты зависит от себя. Я, например, иногда делаю конкурсы, где специально пробка отправляю, как раз сразу видно, какую колонию. И вот эти вот 2 бутылки конкурсные тебе надо, чтобы у всех бокалей было одно и то же. И тебе, чтобы ты тоже смог принять, потом проверить. Ты согласишься со мной, что в любом случае все вина, которые оценивать, ты тоже их пробуешь как организатор. Соответственно, я вижу вот на сегодняшний день только единственный вариант, что это, например, там какая-то дегустация на открытом воздухе при хорошей погоде. Или если это большой дом, где каждый сидит в какой-то отдельной комнате. Потому что в одну комнату их пока вот посадить не можем. Это как раз то, что мы обсуждаем последние вот 2 недели с организаторами разных конкурсов. Но пока никто ничего не хочет отменять, потому что виноделам сейчас нужна помощь в 3 раза больше, чем была до этого. То есть раньше у нас были портфолио дегустаций, их сейчас нет. Фактически первый раз в жизни мы сравняли винных снобов с конечным потребителем. Потому что у винных спецов очень мало у кого остались бутылки. Ну, например, тебе российские производители будут присылать, потому что внутри России еще может такое произойти. А, например, с другими странами, то есть не во все страны можно бутылки отправить. В Англии все хорошо, там можно это присылать. Но нам не присылают, у нас немножко другой формат. Мы же покупаем это все в рознице, поэтому для нас это очень важный момент. Но для меня тоже он спорный. Да, то есть присылать образцы. Понятно, что всех по-разному. Вот как говорит наш дорогой президент Союза винограда и виноделов в России Леонид Львович Попович, когда ему задают вопросы, почему наши вина не прошли, он говорит, вы просто не умеете готовить образцы. Прикалывается? Ну, просто обычно, когда в таких ситуациях иногда бывают специальные какие-то вины, отправляют на дегустационные конкурсы. Я довольно часто, общаясь с экспертами, слышу от них следующее, что, ну, если это эксперт, не конкретный человек, который ставит оценку, это может быть журнал, какой-то там дегустационный конкурс, где очень много людей, и задаешь вопрос, а почему вы этому вину поставили такую высокую оценку? Ну, говорит, это же средний балл получился, это раз, а по секрету, ну, вы же понимаете, говорит, мы эти вины здесь продавать все равно не будем, о них никто не будет знать, а нам нужно, чтобы приходили бы как можно больше наших клиентов, диноделов, которые платили бы за дегустационный конкурс, и вот как раз к этому я хочу подвести то, что сколько стоит вообще дегустационный образец, если ты его отправляешь, чтобы его продегустировали, он бы участвовал в конкурсе самым, сколько это стоит? В среднем это стоит от 90 до 120 фунтов отправка одного в ТАЮ, неважно, 2, 3, 5 образцов, и потом начинаются небольшие сложности уже с таможенными сборами, то есть ты отправил бы тут на территорию Великобритании, она пришла, и потом тебе задним числом все равно еще один счет пришлет, ну, или заранее, если уже денег возьмешь. Один счет по таможне, в смысле, ты еще должен будешь доплатить, и в среднем получится где-то в районе 150 фунтов ты должен будешь заплатить, чтобы поучаствовало твое вино в дегустационном конкурсе. Это может быть и больше, вот мне иногда раньше образцы, когда приходили в Великобританию, там счета могли быть и по 100 фунтов, то есть стоимость растаможки, в принципе, достаточно дорогая. И заключение договоров очень удобно, то есть заключать договора с иностранными компаниями очень удобно, поэтому, например, тот же самый International Wine and Spirit Competition, они придумали выездной конкурс в Южной Африке, то есть они отправляют туда судей, 5-6 человек туда уезжают и дегустируют на месте. Я с ними тоже на эту тему разговаривала. Говорят, давайте тоже сделаем какой-то пул в Россию, вы приедете, все попробуете, и тогда у нас гораздо больше виноделий будет принимать участие. Но чтобы коммерчески это было правильно и выгодно, мы сочетали, какое количество образцов, должно было быть больше тысячи, тысячи двести. У нас нет столько поколений, мы пока поэтому не можем сделать какой-то такой выездной конкурс. Ну, я так понимаю, ты периодически помогаешь, ты периодически помогаешь нашим виноделам, соответственно, по поводу организовать вот этот вариант доставки там на конкурсы, и сколько раз у тебя было такое, что ты дегустировала, во время конкурса дегустировала и, в принципе, могла узнать российское вино, если оно было. У меня такая ситуация была с опера от Арбенх, если я так скажу. Я узнала это вино, ну, тут сыграла моя лояльность, конечно, и с Эмилием, на этом конкурсе говорят цену, соответственно, как бы, ну, легко было знать, и с Эмилием, да мы никогда в жизни Казахстан за 60 фунтов мы не продадим, это из-за ряда фантастики. Я говорю, ну, вы отключите, что это Казахстан, попробуйте вино, какое оно на вкус, какие там тонины крутые, вы же понимаете, что 90-балльный вейн с правильными тонинами, но, в принципе, я протаранила его во второй тур, а дальше я во втором туре меня уже не было. То есть, все равно, с моей стороны, конечно, лояльность идет. Таня очень неординарная личность, поэтому нужно ей правильные вопросы задавать. как задать, так и получишь. Ну, если какие-то личные вопросы, я могу их всегда в личке потом ответить. Ничего страшного. Ну, какие личные вопросы? У нас эфир, он у нас и так личный, мы с тобой между собой общаемся, нас просто слушают. Напоминаю, по традиции, за лучший вопрос, кого выберет Таня, чей вопрос выберет Таня, и я с большой радостью подарю свой винный гид с автографом. У меня уже три книги таких есть, две в Англии, одна в России. Так что, периодически я к ней обращаюсь и смотрю. Вино вник спрашивает. Татьяна, что вас мотивирует? Любовь. Наверное, эмоции. Да? Любовь кому? Это уже личный вопрос. Надо в личный вопрос. Да, это уже личный, да, да. Не, но мотивация, она всегда есть. Всегда есть внутренняя мотивация. Я не знаю, буквально, может быть, на неделю, на две, куда-нибудь сети, а так, в принципе, все время какая-то что-то внутри движет. Он же, виновник, спрашивает, какие секреты в продаже вина? Есть принципы, законы? Смотря кому ты продаешь. Если ты продаешь каналы B2C, то это достаточно избалованные гости, у которых очень хороший вкус. То есть, не пошалишь и всякую ерунду не предложишь, никто тебя потом слушать не будет. А если ты, вот как я сейчас в винотеке, то есть, я не знаю, кто передо мной будет, и приузить, если сначала надо за пять минут сканировать этого человека, ну, по крайней мере, вывести его на разговор. Это самое важное. Потому что перед тобой гость, который мучит, то ты уже ничего не сделаешь. Наверное, просто как-то разговаривать. Игорь Куцон пишет, Татьяна, привет, скажи, чем отличается английское и гристо и от французского шампанского при той же самой технологии производства? Так, а мне опять, честно говоря, или что-то где-то я должна промолчать? Где хороший английский, где нехороший, то, что в России появилось? так, ладно. Чем отвечаешь? Нет, говори все, у нас нет ничего закрытого. Мы говорим обо всем. Во-первых, английские игристы заходили на рынок с непонятной вообще структурой, что они делают. Изначально пытались рекламировать, что они будут с очень сильно высококислотной, с ароматами лайма. Но сейчас английские игристы в принципе в категории винтажных они очень часто опережают шампански. Если мы говорим, например, про дом Найтинберг, Риджи, очень многие сейчас хотят выдержать очень много времени на сад. И у них стали появляться резервные образцы, то есть у них пошла в библиотека. Это очень круто. Соответственно, самые правильные дома шампанские, нет, английские дома, они же не шампанские, они очень дорогие и хорошие. То есть в принципе та же самая технология. Никакой разницы нет, вообще никакой. Просто немного другие. Как говорят, есть 7 градусов между Великобританией и шампанью. Так что с климатической точки зрения климат в Англии сейчас очень правильный. Посмотрите, какое количество домов сейчас скупает в Великобритании. Игорь задает вопрос еще, Гуценок. Татьяна, ты как-то сказала, что пенонуар в Великобритании легко перепутать с белым сортом. Объясни на этот пенонен. А, это у нас был наверное какой-нибудь конкурс, где было просто сделано по-белому этот вариант. Там немцы тогда вот экспериментировали давным-давно уже. Последнее время я такого не видела. Но вообще сейчас очень много дегустаций черных бокалов. Там тоже можно намудрить иногда. А в открытую, если ты в виде аромат, конечно, не напутаешь. Пишут очень вкусный эфир. Потом задают вопрос, а вы замужем? Так, теоретически да. Я жду, не дождусь. Тогда меня уже наконец-то по английскому закону разведут. Но английские сузи не любят разводить. То есть у меня пошел второй год. И поэтому как-то я немножко так... Ну, у меня прекрасные отношения с мужем. Он мне не так давно написал. Такой говорит, Таня, давай снова откроем ресторан Великобритания. Я говорю, может, как-то мы уже с концами разойдемся. Я говорю, давай же ничего не будем открывать. Все будет хорошо. Оксана Кириллова говорит, Татьяна, отлично выглядишь. Спасибо. Задают вопрос, люблю вино, мечтаю работать в этой области. С чего начинать, какое обучение? А я всегда отговариваю. А я всегда отговариваю. У меня есть друзья бизнесмены, экономисты, финансисты. Таня, я хочу вино. Давай, сейчас пойду учусь в единую школу. Я говорю, пожалуйста, иди учись. Только можешь не бросать свое место работы? Нет, ты что, сейчас все получится. Я все время всем пытаюсь донести, что в вине денег очень мало. И единицы прорываются. Я все время говорю, мне покажите, не диплом, а что вы в этой жизни сделали? Где вы заработали на вине? Вот тогда для меня, вот не корочка для меня, показатель статуса в мире вина. А вот сколько ты заработал в нем? Вот это вот высший пилотаж. Вот таких единиц. Очень интересно. Татьяна, в Англии могут получаться хорошие вины с учетом стабильной погоды и заморозков? Спрашивает он, могут получаться? Игорь Кусенок, еще раз задаю вопрос. Так, игристые получаются лучше, потому что их собирают раньше. Я учусь в Лантонском колледже, это еще одно образование, незаконченное, которое так тихонечко-тихонечко прохожу. И как раз-таки в этом году мы изучали тему лоз. Что нужно делать, потому что заморозки это самый сильный порог и самое большое несчастье английских миноделя. То есть, если мы берем систему подвязки лозы, гиот, гиот, кто как называет, одинарная, двойная, то обычно оставляет по шесть отделений расточку. А в Великобритании оставляют десять и потом четыре крайние замораживаются, их подрезают и вот так вот они на сегодняшний день справляются. То есть, если не заморозки, то в принципе все прекрасно, все здорово. Ну, даже если были заморозки, получилось меньше винограда. Если это будет хорошее, осень будет хорошее, то в принципе все должно получиться. Скажи, а когда там стали делать гаммы вообще? В принципе, это все проходило на моих глазах. У меня в деревне даже был локальный виноградник в деревне Бартфилд, и они специализировались на бахусе. То есть, изначально это же были немецкие сорта, и когда я в офсете тоже училась, мы ездили по английским на деревню, тогда кто-то еще рислинг сажал. Вот то же самое, как в России, чуни попади, вот что-то там насажали, а потом думают, чуни вообще тут насажали. Вот, это как у нас сейчас происходит. И вот тогда были сухие сорта. С красным все было очень плохо, это вот прям вот можно было, я не знаю, мариновать шашлык какой-нибудь. Ну, шашлыки там, к сожалению, никто не делает, но с красным было невыносимо туго. Из бахуса какие-то интересные вещи начали получаться, и вот буквально последние лет пять-шесть начали, причем как вот эти старые дома-то на самом деле уже и были, там типа на Тиндерова, стали появляться очень много домов, и вот если ты ездишь на какие-то винные конференции, ты видишь, очень много винных инвесторов, которые сами хотят быть виноделами. Прекрасные, умные люди, я все время с ними смеюсь, и они там типа там инвестировал 60 фунтов, продал за 40 фунтов. Ну, бизнес не бизнес, но на пенсии есть чем заниматься. То есть там такая ситуация, как в России, на эти деньги не заработаешь. Ты должен быть все равно как бы вкладывать в маркетинг. Как бы вы описали восприятие отечественного вина потребителям, англичанами и русскими, где больше критикуют, а где хвалят просто за то, что оно родное? За то, что оно родное, это надо бить на патриотизм. А если мы говорим про международные продажи, нам нужны огромное количество бутылок продать. Соответственно, будут покупать англичане. Они очень любят высокую кислотность. И у меня есть хорошая подруга Зара. Она импортер армянских вин. И вот мы периодически дегустируем вина, и мы абсолютно четко понимаем, что нужно российским винам, чтобы вывезти его на британский рынок. И вот я думаю, что вот к этому году будут, в принципе, первые результаты с одной винодельни, когда уже можно будет что-то сделать интересное. То есть подточенный, предопределенный рынок. И я в этом плане работала очень много еще с аргентинской одной винодельней, где изначально ты делаешь образцы под байеров. Не просто, то есть тебе же надо пройти не просто к потребителю, тебе надо достучаться до байера. И ты знаешь вкус этого байера. Если он мастер оф вайн, это одни критерии. Если он просто там старый в школу, другие. В том же самом, например, там СЭТ или там WCT, когда ты свяжешься разными от этих... Хороший нетворкинг, то есть ездить на конкурсы, ты общаешься с большим количеством людей, ты узнаешь их род. И от этого как бы ты можешь сделать очень много. Например, Нил Мартин в свое время я отправляла ему один или в Каде. Он их с удовольствием продакустировал, но анонс он официального не сделал, потому что этикетка была на русском языке. Он сказал, я не могу точно откомментировать, не зная, что я пью. Я говорю, ну как же так, ну что там этикетка есть? Ну вот, все под до конца, мне непонятно. Поэтому никуда его анонсы тогда вот не вышли. Пишут, Татьяна очень крутая, имел честь познакомиться. Это Кислинцин, который работает в имени Секоры. Что из российского вина лучше всего идет на Западе? Вообще, если идет. Пока никуда ничего не идет. Вот для начала пока никуда ничего не идет. Я помню, у нас первые попытки были у Абрау Верто, они заходили на британский рынок, причем они даже расставились очень хорошо. В Харрисе, по-моему, даже бутылку увидела. Но вот так, чтобы это стало узнаваемым брендом, такого не было. Потом в посольстве российском проводили дегустации, Левказия была дегустация, Усикор была дегустация. Отзывы очень теплые. То есть на тот момент, когда мы проводили эти дегустации, конечный потребитель, вампиры, юристы, из Казахстана очень много было, там каких-то представителей. Всем очень понравилось, все хотели покупать. Так что я думаю, как только мы правильно простаем, в правильном стиле, опять-таки, в каком сегменте мы простаем. То есть надо же понимать, вот я всегда говорю, один раз я была на конкурсе International Spirit Competition, канадцы прислали 36 образцов серы. 36. Но то по-любому найдешь там и золото, и серебро, и бронзу. Соответственно, они просто бомбически выступили, сразу получили море наград, и о них заговорили, что там могут делать серу, да. Или вот сейчас посмотрим, что делается в Китае, да. Марселан. Кто бы мог подумать, что Китай с Марселаном зайдет? А зашли. И они стали... Да, и об этом сорте сейчас начали говорить Master of Wine. То есть их теперь этот сорт заинтересовал через призму этих ребят. Не через нас, ни капли не через нас. Притом, что у нас уже Марселан достаточно активно используется. Конечно, активно. И многие его высаживают, да. Да, и еще раньше, чем они начали. Они просто вот его правильно преподнесли, раньше отправили на конкурс в большем количестве, и достучались до небес. Ну, то есть, по сути, нужно собирать достаточно большой пол, вин и отправлять разово для того, чтобы, ну, как представить максимально, представить страну. Конечно. То есть, если мы решили, например, что мы хотим выстрелить вот чем-то одним, выделили субрегион в лучшем случае. Ну, сейчас это даже рано очень говорить. А так, в принципе, сели на деле, сели 300 человек, не знаю, там, 40. А поняли, да, вот этот винтаж был очень классный, например, там, ну, Бургундия белая, там, слишком теплая, но не надо вот такой стиль отправлять никуда на конкурс в 2014, да, например. И то же самое с российским именом. Да, вот мы знаем, при этом 12-й год. Помнишь, был 12-й год? Очень крутой. Ну, да. Вот тогда надо было бомбануть прям бордо-блендами. Ну, тогда только все начиналось, поэтому мы надеемся, что еще такой год, как 12-й, появится, будет. Вот как он появится, вот это же надо просто будет пулом на все конкурсы вместе взятые отправлять. Таня, скажи, пожалуйста, такую вещь. А как ты считаешь, сначала нужно завоевать свой рынок или же начинать с иностранного рынка? Конечно, свой. Наш рынок уже занят, ты уже не прорвешься. А тебе не хватит? В каком сегменте ты прорвешь? Ну, имеется в виду, знаешь, как некоторые говорят, что если этого вина нету там в европейских ресторанах, люди, которые раньше ездили, я не знаю, как сейчас будет с этим коронавирусом, но насколько если, если именно попадают куда-то в рестораны дорогие и их люди там замечают, они начинают говорить о том, что да, вот российское виноделие уже приезжает домой и начинает приобретать. Потому что так, каждый раз, когда общаешься с людьми, они говорят следующее. Пускай сначала продается, покажется в Европе, тогда мы поверим в то, что наши вина достойны внимания и мы будем покупать здесь. Но это те люди, которые очень много путешествуют. Но это правда в наших головах. Ну да. Извини, перебила. Не, не, не. Какая суть? Какая суть? Не договорилась. Ну нет, я говорю, что суть в том, что многие виноделы, кстати, воспринимают историю того, что нужно как можно больше выйти на экспорт и продаваться на экспорт, чем вот внутри своей страны. Некоторые так рассуждают. Поэтому это, по-моему, очень большое заблуждение. К счастью некоторые. Они все это рады. Да. У нас же в России факторы недоверия к людям очень высокие. Мы вообще ничего не доверяем. Поэтому в этом плане сложнее продвигать. А если мы говорим про зарубежные образцы, да, то есть у нас есть Новый Свет, у нас есть Португалия, где продают роскошные образцы за очень маленькие деньги. И эти вины называют Джек Дэниелсом. То есть каждый год они делаются в одной стилистике. Если ты привык к одной этикеточке, да, то вот, например, сейчас у нас в Симпли тоже два таких бренда есть. Один с барашками. Люди даже не помнят, что это такое. Они приходят и говорят, мне вот вино с барашками дайте, но уже все понимают, чего это нужно. Соответственно, если ты из большого винодельческого региона, Чили, Аргентина, Португалия, то ты можешь в пределах 5 евро сделать роскошное вино. А ты бутылки там купишь опытом. То есть, например, если ты тебя на производстве, я не знаю, ты делаешь там 20 миллионов бутылок, ну вот нет у нас таких. Ну, конечно, у нас тоже есть там Шато Тамани, там, не знаю, Панагария. Ну, с чем вы стрелились? Вот здесь, скорее всего, знаешь, у кого хорошо получилось? У грузинов. Отлично получилось. То есть, заход был очень сделан правильный. Точечно-точечно представили вина. Причем это было сделано моей подружкой, Мака Абашидзе. Роскошный человек, роскошный дипломат. Я не знаю, надо коучам уже давным-давно вставить, как договариваться с людьми и листовать вина. Она приходила в каждый ресторан, показывала образцы вин Лагвинари. И эти вина брали. То есть, эти вина брали с Эмилье. Потом были организованы поездки с Эмилье, которые работают с этим вином. Не критиков, не журналистов, а люди, которые это продают. И постепенно-постепенно вина появились в британских ресторанах. И лояльность с Эмилье была мега-высокой. Ну, ты сам понимаешь, какое гостеприимство в Грузии. Вот. И теперь вот я думаю, хорошо, поставили по одному вину. То есть, одна сторона Восточной Европы. Иногда просто так пишут, и другая Восточная Европа. Но другую Восточную Европу у тебя в винной карте всего есть там 3-4 позиции. Если Семилье хочет еще побольше подумать о Восточной Европе, тогда он ставит там отдельно Грузию. Это очень радует уже. Вот. И сейчас я думаю, как расширить категорию. Вот как сделать так, чтобы это был не один квеври, а может и представить по-другому. Там через сорта непонятно, несложно. Хорошо, что киси вот выучишь, а остальные вот это вот все вот. Это же нечитабельно. То есть, мне бы очень хотелось, что в Грузии, потому что я в Грузии очень много тоже занимаюсь. И с грузинским агентством работы национальным, и грузином ездила, с мастер-классами. Ну, то есть, мне этот рынок очень интересен. Хорошо, мне будет интересно, когда мы выпустим винный гид, чтобы ты посмотрела, совпадают ли вкусы. Значит, пишут нам Таня Артур, отличный эфир, спасибо вам за увлекательную беседу для многих. Спасибо вам, что отметили. Таня, разве может простой любитель выпить венца, стать профессиональным сомелье? Простой любитель выпить венца, и на этом фоне стать сомелье? У меня есть... Наталья Джатилла пишет. Да, вот это, кстати, очень хороший мой читатель. Она ничего не понимает в вине, она вообще вино не пьет, но она все время меня читает и слушает. Мне это очень нравится. Она говорит, я, говорит, я понимаю, что ты мне говоришь. Мне, говорит, понятно, интересно просто послушать, несмотря на то, что я ничего не пробую. Но глобально есть, конечно, люди, которые разбираются в вине лучше, чем сомелье. Вот у меня, например, друг Евгений Кадушин, он роскошный эксперт о винох Бургундии. То есть, например, я поехала в этом году на, например, бургундских вин в январе, он тоже съездил. Вот мы с ним там пошептались на эту тему. Было очень интересно обсудить, кто какой дом, что выпустили, как стилистика меняется от года к году. Это было забавно. Ну, а глобально можно просто интересно рассказывать о вине, как делает Ускларк. Вот ты же читаешь его книжки с удовольствием. Ты даже никогда, может, вино не пробовал, но ты смотришь, он там, я приехал в какую-нибудь долину, а там открылись красные, какие-нибудь там, не знаю, железные почвы. Ну, то есть, он очень много пишет каких-то интересных сказок. Интересно читать его, с удовольствием читаешь, даже если вино не пьешь. Так что можно любить вино, попробуй его. Мне его вкус очень нравится. У нас с ним очень много совпадает. Мы когда вместе дегустировали уже несколько раз, то у нас оценки практически идентичные, то есть видение. И мне это больше всего нравится. Я дегустировал со многими, и был и Тим Аткин был, и Хосапи Мин был, и так далее, но они немножко по-другому. Вот мне ближе именно мнение именно Ускларка. Как раз вот Владимир Гунько приветствую, дорогой, ты всегда с нами вместе в эфире. Владимир Гунько пишет, он задавал вопросы буквально недавно по поводу того, чтобы отправить образцы, каким образом это можно сделать, и так далее. Я сказал, Гур, ну пока ситуация еще непонятна, вот со всеми этими делами, как это будет происходить. Но он пишет, Артур, может через Татьяну отправить все вины из твоего каталога за наш счет? Я с удовольствием, с удовольствием в один конец меня выпускает. Только это будет потом ваша вина, что меня обратно не впустят. А так, конечно, совершенно с удовольствием первую же мою поездку, я обещаю, вот я, например, могу с собой взять два чемодана, вот мне хватит набрать на бутылку 24. Вот 24 я готова вывезти. Ну, мы же прекрасно понимаем. Вот как раз очень интересно, к интересной теме мы подходим. У меня как бы все распланировано с своей стороны. Я... Можно я вернусь к предыдущему вопросу? Да, давай, давай. Про Воскларка, потому что касается твоего конкурса. Знаешь, какой момент очень классный был? Когда у тебя был конкурс, я помню, мускат выходит на первое место тогда у Гайкадзора. Да. У меня волосы были дымные. Боже мой, российскому рынку, когда все любят резервные вина, сказать, что сейчас будет не Шардоне, не Рейслинг, а это будет мускат. Я говорю, давай, Ост, может еще передегустируешь? Ты уверен? Да, оно чисто выполнено. Сухой, классный вариант. Даже вообще не беспокойся. И когда выпустили, и как-то вот хорошо все прошло. Но у меня были дикие волнения. Это как раз было тогда, когда еще и достойный получил высокую награду. А, ну да. Да, извини, ребята. Не, не, нормально. Я про то, что... Ну, вот сколько времени эксперт, вот ты мне скажи, сколько времени эксперт, который находится на конкурсе, дегустирует вину? Сколько одному вину уделяется времени? Смотря какие заметки тебе нужно сделать. Если ты просто там, головом по Европе, например, у тебя полдня идет дегустация Новой Зеландии с Виньон Бланк, там просто 150. А после обеда будет там дегустация Бургундии. Понятно, что ты сделаешь какие-то очень маленькие заметки. А все очень многие критики говорят, которые давным-давно работают в мире вина, что если ты видишь заметки, которые просто состоят из трех прилагательных, это означает, что это крутой винный критик. А вот если вот эта писанина начинается непонятная, то у него как бы и в голове каша. И очень многие конкурсы, кстати, спрашивают детальные, небольшие заметки, самое большое, что вас породило в этом вине. Соответственно, если тебе надо писать, то время уходит еще и вот на какую-то писанину. А если тебе надо просто для себя сделать какую-то оверю одного винтажа, то есть мне надо посмотреть, какая будет белая Бургундия 2018 года. Конечно, я могу ее там из 100 бутылок попробовать очень быстро, потому что тогда я просто целостную картину какую-то посмотрю. Ну, зависит от целей. Ну, рот не устает, то есть на образцах рот не устает. Ну, я про что говорю? Ведь большинство вин, ну, с учетом того, что мы очень много дегустировали вместе там с, на всех этих мероприятиях, там, Союз винограды, виноделы и так далее, я обратил на одну вещь внимание. Это получение высоких оценок винами, которые производят эффект вот в первые минуты. Потому что большинство вин, которые, опять-таки, вот к тому, что Владимир говорит из твоего гида там собрать и отправить, я понимаю, что большая часть вин, которые у меня в гиде, они сразу могут не понравиться. У них, ну, как бы приглушенный аромат, такой закрытый вкус, но стоит им немножко постоять, они становятся очень яркими. Я понимаю, что на конкурс очень легко отправлять вина, который производит вау-эффект вот сейчас, сиюминутный. То есть, ты попробовал, у тебя сразу понравился ароматика после там приглушенных ароматов, тебе понравился яркий его, мощный вкус, но это вино буквально постоит там 2-3 минуты, условно говоря, и 5 минут, и оно становится уже никаким, то есть, вымираем. И вот, в связи с этим, у меня всегда возникают вопросы, а вот, не кажется ли, что нужно давать больше времени, например, на дегустацию? С другой стороны, мы говорим, тысячу наименований, это все нужно проработать, попробовать, и на это все времени нет, растягивать. Поэтому, мне кажется, что нашим виноделам гораздо проще было бы создать вино, которые сразу готовы уже вот с ароматикой, яркой, вкусовыми оттенками. То, что происходило с винами на конкурсе с Сикорой, Сикорами и с Абрау-Дюрсо, которые получили высокие оценки на одном из конкурсов, где они были изначально очень яркие, мощные, такие, хорошо структурированные. Есть два ответа на твой вопрос. Во-первых, если у тебя серьезный конкурс, у него есть всегда правила. И в правилах будет написано, отправляйте образцы, которые готовы к потреблению не сейчас, когда дегустируют, а где-то там, например, через 3-4 месяца, но все равно очень близки к их моменту пика. То есть, например, если вы произвели крутой Кабернет-Савиньон в 2012 году, а вот готов он только сейчас, вот его и отправляйте. А тот, который был сделан, то есть каждый винодел, он же знает, он делает вино на сейчас или на дальнейшую выдержку. То есть винодел-то знает, куда он ведется, это же его ребенок. То есть на конкурсе будет понятно. Во-вторых, на конкурсе никто не спешит. То есть мы берем тот же самый International Online Spirit Competition, да? То есть вначале нормальность я попробую все на нос. В принципе, я сразу себе обычно ставлю оценки уже, чтобы я на нос почувствовала, потому что на нос очень можно зацепиться за очень правильные вещи, за малолактику, за сложность. То есть на нос она тоже чувствуется, Вот я вот недавно где-то писала, да? Что вот если я чувствую молочный какой-то тон, то я знаю, что это будут очень крутые танины. Все вот эти вот там фиалковые цветочные ароматы скорее всего будут говорить о короткой мацерации или о каком-то специальном сорте. То есть на нос ты в принципе какой-то себе уже там свои какие-нибудь галочками ты уже там помечишь свое вино. А дальше ты его пробуешь, ставишь баллы. У тебя даже в принципе есть время попробовать там с первого по тридцатый образец и с тридцатого по первой. То есть у тебя времени хватает. То есть никто не будет такого, что как ты говоришь, там типа не хватило там трех минут, и вино не раскрылось. Все нормально, все хватает. И потом, например, тот же самый Тридж-Майн-спирит-компетит, там же коллективное обсуждение идет. И у тебя как бы есть еще как бы верховный судья, то есть ты ему говоришь какую-то мысль, если там 4 человека в комнате, говоришь, что это великое вино, а пятый лох чего-то там его критикует, то этот лох должен как бы обосновать, то есть что идеально он в этом вине увидел. И в данном случае может оказаться, да, он на самом деле неопытный дегустатор, или, например, он что-то вот донесет свое, да. И тут вот мне очень нравится, вот конкурс был Вин Португалии, то есть у тебя сидят международные судьи и сидят виноделы. Виноделы чаще всего они технически правильно оценивают, но у них рот привязан к определенной местности. Да, согласен. У них, знаешь, такой туркрен в одну сторону. Это как раз то, что у нас и происходило. То, что на дегустационном конкурсе происходило. Если винодел, у него есть определенные направления, и он оценивает, может быть, на хорошее вино он может поставить очень низкую оценку, но потому что он его не воспринимает. Именно. Да, так и есть. Поэтому, например, там можно ставить проценты, то есть винодел он тогда дает какой-то небольшой процент в баллах суммарных, а международным критикам побольше. Но опять-таки, кто специализируется. Вот видишь, ты вот нашел своего посткларка. Вот для меня тоже эти матки, я все время на него ставки ставил. Знаешь, как на лошадей породистых, из кукунов, которые отставят оценки, анпримеры. И вот я поняла, что немножко большой голос. Но вот ты говоришь, например, мы берем вино, которое покупаем в супермаркете, а как же тогда поступить с анпримером, когда образцы небутилированные, как бы еще вот можно попробовать. Там тоже очень много манипуляций идет, там бочкой можно там обыграть очень хорошо. Тут как бы уже вопрос доверия. Кому это? Харин. Я сейчас понимаю, что у нас остается очень мало времени, но нам очень много вопросов задают, и мне бы очень хотелось их именно озвучить. Но я думаю, что уже в следующем часе вопросов очень много, Тань, очень много, и это очень хорошо, потому что ты всегда интересный собеседник. Спасибо. Ну и вообще, ты сам знаешь, я отказывалась, сколько я отказывалась, уже недели две-три, пока ты не нашел правильную тему, потому что вот лить воду на все подряд как-то вот я не сторонюсь от этого. Ты когда сказал, Таня, а почему не сделать на тему конкурса? Я говорю, слушай, вот монопродукт мне очень нравится, когда дискуссируешь только на одну тему. Тогда вот какая-то логика еще есть. Слушай, ну скажи мне такую вещь, вот по поводу российских вин, здесь как раз вот был вопрос, те вина, которые ты пробовала на международном конкурсе, из российских вин, что ты для себя отметила? Можешь говорить бренды без проблем абсолютно, это нормально. А меня ни разу за столы с российским вином не сажали. Это принципиально? Да. Я не была. То есть я была за соседей столов, я могла поговорить с Эмелье, с критиками, но я никак не могла влиять. Скажи, пожалуйста, ты заезжала к Чичваркину? Да, я у него два раза интервью, после этого, мне кажется, я сама перестала интервью брать еще годы на два, на три, и сейчас, например, ну до последнего момента, если, например, кто-то хотел к нему заехать, посетить ресторан, кухню, или посмотреть винотеку с тайной комнатой, он всегда отзывается, всегда, то есть вот через час всегда письмо. Ну, то есть все удачно прошло, правильно? С точки зрения пиара его проекта, когда я помогаю пиарить его проект, конечно, все проходит идеально. С точки зрения, как я взяла у него интервью, я была с собой очень недовольна, потому что мной манипулировали, а я не смогла отойти от этого, то есть вот здесь у нас холодная комната, вот здесь у меня пледы, вот здесь у меня виниловые пластинки, вот я слушаю вот это, а вот тут у меня комната синий клианон, хотя мы там с британскими все время импортерами смеялись, этот синий клианон никому не нужен был, а потом он сделал эту комнату, все скупил, все бутылки, все только счастливы были, но он раскрутил. Вот если говорить о бренде синий клианон территории Великобритании, то это чистая вода и его заслуга. Да, на сколько мы прерываемся? На секунд 20-30. А, то есть очень быстро, то есть не покурить, ничего? Очень быстро, Нет. Тут входим, тут выходим, хорошо, успела? Успела? Да. А ты можешь в эфире спокойно взять, у тебя, да, что у тебя, бокал вина? Нет, лимон с имбирем. Лимон с имбирем. Да. Ты как часто вино пьешь? Именно пьешь, я не говорю, дегустируешь. А на пьешь, это сколько порций? Ну, несколько бокалов, может быть, бутылку за вечер. Для меня, обычно я говорю, там, я напилась, это означает полтора бокала вина, ну, два бокала вина. То есть категорию уже много, то есть мне интереснее мало, но хорошего. Мало, но хорошего. Правильно. Да. Зачем разбрасываться? Давай так, как раз вот последний вопрос был. Здравствуйте, есть ли винотеки Чичваркина российские вина? Да. Вот последний раз, нет, не последний раз, я у него видела года три тому назад, стояли как раз-таки ведерки стояли вот у него, по-моему. Три, четыре, пять образца было. Вот для меня так и осталось, загадкой, как же он привез. Мне где-то вот кажется, что он все-таки их через Украину перевез. Это была неофициальная поставка между Россией и Великобританией. Ну, надо на самом деле его спросить, не знаю, расскажет или нет. А вот, кстати, он к нам присоединился, между прочим, он нас слушает. А давай его подключим как раз и спросим у Евгения. А мы не сможем его подключить технически. В любом случае, мне, конечно, очень бы хотелось пообщаться лично, может быть, в эфир сделать. С ним... Он с удовольствием. Да, я напишу обязательно, если это получится, будет очень круто. Я тебя подготовлю, какие каверсные вопросы задавать, чтобы уже ты меня не подвел, если уж я сама облажалась. Да, хорошо, договорились. Татьяна, вы лично посещали арбу в Алма-Апте и не собираетесь ли приехать? Я никогда не была там, но образцы мне присылали. К сожалению, я переехала в Россию, а образцы пока остались неиспробованными. Потому что мне казалось, что это винодельня все-таки с большим будущим, и мне было очень жалко их пробовать на тот момент. Я лучше подожду немножко, а потом попробую. У меня Левкадия до сих пор, резерв 11-го года, есть. Я вот очень ценю такие образцы старые. Не хочется их выбивать. Так, дальше. Кстати, по поводу Владимира Черчеворкина. Огромное спасибо Сергею Черчеворкину. Очень часто было такое, что я видел в эфирах, он про фантом очень теплые слова говорил. Мне бы, конечно, очень хотелось бы представить свой винный гид. там у него в магазине, потому что если есть российские вина, то было бы неплохо, чтобы потребители... И россияне. могли бы видеть те вина, которые попадают и вообще то, что есть в России, тем более, что есть на английском языке. А давай я тебе интервью, Вадика. У нас же для русскоязычной публики, у нас есть журнал в Великобритании, называется New Style. У меня там блок, и мы каждый раз... Кстати, раньше этот блок вёл Евгений Чичваркин, какое-то время Маргарита Краснопольская тоже там вела его, сейчас вот я вот введу, и совершенно спокойно можно рассказать о твоём вине. Только не рекламируйте там тут какие-то ноты... Но я не столько про вино, потому что проектов много, и в ближайшее время появится очень много интересного, просто мы планировали вот первой части года показать новые проекты, новые вины, я как-то хочу сделать отдельную дегустацию для профессионалов, ну и рассказать о том, где, с кем, какие проекты мы уже сделали, я пока держу в секрете. Но в любом случае это очень интересно, и всегда приятно, когда есть профессиональные люди, которые делают правильные вещи, скажем так. Я поражён просто, какое количество вина находится у Чичваркина в винотеке, это, конечно, очень круто, это огромные вложения, и, наверное, аналогичных вариаций нет больше нигде. А если поехать без налоговое хранилище, Лондон-Сити-Бонд, еще парочки импортеров есть свои вот эти хранилища, ты сойдёшь с ума, там же склады, я не знаю, пятиэтажные дома, и там все эти очень правильные, дорогие вина. То есть запасов Англии хватит надолго. Круто. Назовите вино, которое удивило недавно. Недавно? Недавно, насколько недавно? Ну, совсем недавно. Самое последнее, что тебя больше всего удивило? А вот Флорда Пингус пила на прошлой неделе, 14-й год, и мне очень понравились его тонины. Вот, не скажу, что удивило, но вот мне понравилось, было интересно. А для тебя тонины очень важны, да? В красных винох очень, очень важны. То есть баланс, финиш, это, конечно, очень здорово. Ароматику в своё время я научил Патрик Леон, он мне всегда говорил, когда делаешь бленд красного вина, не обращай внимания изначально, какой у него аромат. Это всё потом дойдёт дома. Самое главное, смотри вот на его вот всё вот это вот, как оно собралось очень правильно. Вот я точно попробовала. А потом все вот эти вот паркерские дегустации с Робертом Паркером, у него вот называется специальный проект Matter of Taste, ты пробуешь вина, все, которые больше 90 баллов. И у всех красных вин у них уникальные тонины. Это, как я не знаю, как бриллианты какие-то. То есть ты сразу понимаешь, где у тебя вино 89, а где 90. Ну, по той старой шкале ещё International Space Competition. То есть я так её и придерживаюсь в своей голове, то есть я ни разу как бы не меняла, как я в голове оцениваю вина. Татьяна, ваше мнение о украинских винах, они их говорят в мире? Они пытаются делать свои шаги. Есть хорошие, как хорошие, там игристое вино у них называется бисер, поэтому я запомнила. Само название виноделья я не помню, а бисер ещё запомнила. Вот, они пытаются первые шаги сделать, и что-то начинает получаться. Так, сейчас была эпоха любви в России с Савиньон Блан из Новой Зеландии. Ваш прогноз, какое вино будет следующим любимым, популярным? Ну, пока никакое другое не будет. Я думаю, мы надолго засели на Савиньон Блан. Я помню, когда я открыл свой пак в Великобритании пять лет тому назад, продажи вин по бокалам были одинаковые белых и красных вин, а потом случился какой-то перелом года через три, когда белые вины опережали красный в пять раз. То есть потребление очень сильно изменилось в один день. И я думаю, что пока ничего не поменять. А почему это происходит? Вот я все время пытаюсь донести, да, людям, что почему вы так любите Мальборо Савиньон Блан? Потому что виноделы, они же очень хитрые, они же понимают. Если ты выставил какой-то вот определенной механикой темы, понятно, там они будут говорить, у нас типичный аромат маракуйя, да маракуйя кто угодно тебе сделает, а мать тебе. А раньше вообще, помните, как мы Савиньон Блан называли? Мы же его называли через призму там листья черной сморозины, листья спаржи, не, ну там не спаржи, листья, но все равно спаржи. Потом маракуйя пошла. Но вообще у них там остаточный сахар. Посмотрите, там сплошь и рядом около пяти грамм идет остаточный сахар. Мы его не чувствуем, но он дает округлую свину. То есть он тебе не обрезает этот рот. То есть вот то, что у нас пьют винные критики, оно не имеет никакого отношения к конечному потребителю. Вот это вот, вот например, в России, да, винный критик все обожают рислинг. А британские критики все время за голову хватаются и говорят, ну почему мы вот уже в 40 лет просто пиарим этот рислинг, а он все равно в супермаркетах не продается. Вот не продается рислинг в супермаркетах никак. Соответственно, вот савиньон бар, мальбор, все запомнили. Это же очень удобно. Ты каждый раз покупаешь худо-бедно что-то похожее. Ты не ошибешься. Очень страшно ошибаться. Там же не кусок бородинского хлеба, где ты изначально знаешь, какой будет вкус. А с савиньоном все понятно. Так что я не вижу, что никаких других сортов. А тот же савиньон бар, например, мальбор, они сейчас что сделали? Они начали выпускать пиногрей паровозом. Типа мы сейчас распиарили савиньон бар. Соответственно, Великобритания, следующий белый сорт тех людей, которым нравился савиньон бар, они перешли на пиногрей. Пойдет ли Россия этим путем или не пойдет, я не знаю. Татьяна, по-вашему, чье виноделие более преуспело на данное время? Российское или китайское? Китайское. Конечно, китайское. Слушай, а у них там, по-моему, уже больше миллиона площадей высажены виноградников. Но изначально, когда у них все вот эти рейтинги, они себе сделали красиво, мы выходим на первое место. Мы уже там типа не Испания, не Франция. А потом стали считать, ага, здесь изюм, здесь не изюм. Начали уже делить, какие объемы всего этого производства. Так что сортов там не так много. Китай любит каберне-савиньон. Все очень понятно. Красный сорт, каберне-савиньон. Похож на бордо. Этикеточка похожа на бордо. Все понятно. Ничего мудрить не надо. У нас слишком долго думают, что мы выпускаем в России. Вот слишком долго вот уже думают. Как раз вопрос. Спасибо за эфир. Насколько важно качество дизайна этикетки? Важно, конечно, важно. Вот у нас в школе на курсах мастер... Ну, как я не знаю, не курс. В институте мастер-уфайн очень много занятий идет по маркетингу. Я обожаю эти занятия, когда какие-нибудь там дома с миллиардными оборотами показывают свой маркетинговый план и говорят, например, мы сделали этикетку вот такой-то, в классическом стиле, а потом сделали эрбрендинг. Сейчас же типа модно, все вот эти вот хипстерские этикеточки. И если мы говорим про супермаркеты, то там хипстерская этикетка... Ну, я опять-таки говорю только про британский рынок, потому что у меня статистика про британский рынок есть. Они не пошли, и они опять перешли к какой-то худо-бедной классике. То есть смотря какой-то рынок. А если ты сейчас едешь в Велик... Например, Австралия, вся Австралия вся с хипстерскими этикетками. Вот я недавно там у одного винодела была, я прям в диком восторге была. Он сделал шардоне, и там девочка с рогами. У меня, говорит, каждый год лоза растет, значит, каждый раз рога будут тоже вырастать у меня на каждом этаже. То есть там у них очень глубоко в этом плане. Ну, я представляю, если у нас бы такое появилось, кто бы говорили? Девочка с рогами, да. Девочка с рогами как-то лучше, чем мальчик с рогами. Мне кажется, как-то интереснее. Ну, у девушек тоже рога появляются. Да, но если этикетка запоминающаяся, это очень здорово, да. Вот я до сих пор привожу пример. Симонета Дон, Симонета Дони, да. Она вот делает этикетки для Фрескобальдика, Тельбоска. Вот этот вот проект, который она сделала с тюремщиком. Ты знаешь, вот на острове, около Тоскана есть остров, и там делают вино. Тюрьма, и, пожалуйста, вот вино производят. Вот она делает какой-то сумасшедший этикетку. Мне очень понравилась она. Но то, что ты делаешь дизайнерские проекты, и как это будет себя вести на полке, да, большой ролик. Если белая абсолютно этикетка, она сделана каким-то определенным способом, она может, там, не знаю, испачкаться, еще что-то, да. Потом, если вы вспомните, на этикетке есть мода. Например, тот же самый дом. Сейчас я скажу, какой дом. Смотрю, в голову вспомню. А цвет, голубой цвет был очень моден. Два года тому назад все повально ударились в голубые этикетки. То есть как-то, ну, какие-то российские вино, помнишь, ударились в черные этикетки? В форму бутылки? В черные, да. А голубые, кстати, вот недавно совсем. Ну, в прошлом году уже они достаточно активно так были. Каждый пытался там показать лето, что такое небо голубое и так далее. Татьяна, а вы устаете от вина? Если да, то как переключаетесь? Ну, вот, как я переключаюсь? У меня уже не только вино, чем я занимаюсь в своей жизни. То есть мне очень нравится заниматься искусством. Я увлекаюсь абстрактным импрессионизмом. Отправляю картины на выставки. Ну, то есть у меня есть своя душа. Что это за картина у тебя за спиной? Ну, это вот от моего любимого художника, от Рамина. Это его как бы такие предвестники. Когда он что-то раньше исполнял, 20 лет тому назад. Он никому эти работы не продает. Но у меня с ним очень теплые отношения. Поэтому как-то вот он из своей старой коллекции отдает, и я очень радуюсь. Так что вот это мне очень греет душу. Вот я смотрю на эти работы, и меня очень радуюсь. Да, все правильно. Поправили меня туда. Он Евгений Чичвакин. Да, все верно. Евгений Чичвакин, да. Я просто вопросы читаю и проскакиваю. Имя, да, где там, да, да. Да, и тут же переключится. Теактор, альга, фамилия, да. Да. Татьяна, так, 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 так. Сейчас один вопросик интересный здесь был. Нет желания сделать свое вино, Татьяна? Конечно, есть. Очень, очень, очень есть. В прошлом году были даже какие-то уже шаги сделаны в имении Сикоры, когда вот мы обнаружили, что начали получаться вина на собственных дрожжах, в собственной старой бочке, без ботанажа. Я это вино назвала птичка. Но их всего два ящика. И когда я озвучила одному своему клиенту, ну как же я винодел-то? Вот я пока ни капли не винодела, это так уж пофиарить себя, я винодел. Вот винодел, это когда ты принял виноград, и вот все, знаешь, как вот эти вот все приборы работают, то вот тогда вот ты винодел. А вот так типа тут походил, тут сказал, а вот давайте это с этим смешаем. То есть для меня это все-таки не винодел. Поэтому если в какой-то момент времени я перееду, например, или в Австралию, или в Аргентину к своим друзьям, вот тогда вот я погружусь на год, например, вот тогда я себя смогу называть виноделом. А пока это так уж, детский лепет, а постоите около винодела и что-то вместе придумать, если получится, здорово. Но я не называю, что это делать. Конечно, мне очень хочется. Очень-очень хочется. Ну, это не столько винодел, сколько в большинстве своем многие так работают и по сути находят интересные вины, которым чего-то не хватает, объединяют для того, чтобы получилось что-то такое интересное и необычное. Поэтому это авторская работа такая. Ну, авторская работа. Ты подогнал, догнал, рядом постоял, посоветовал. А винодел это все-таки... Который полностью погрузился, да. Что вы скажете о розовых винах? Розовые вина, розовые вина. Самый великий развод века, конечно, это Прованс. Сухой, красивый, с лососьным оттенком, которым можно добавлять маркетинговую стоимость на эту вину. Но при всем при этом, если вот мы поедем в Прованс, Клишину, сейчас продали, кстати, Левитон Мальхеннесси, я купила это производство, и там очень активную роль играл Патрик Леон. Давай посмотрим, что они сделали с дубом, да. И ферментация, и выдержка, и вот весь этот его подход, где он как в парфюмере все вместе смешивает, да. Леклан, вот. И сейчас с ним посмотрим. То есть он был, наверное, родоначальником стиля, где прованские вина стали выполнять в дубе. Вот это уже какой-то новый, интересный стиль. Если мы говорим про розовый вина, например, под баранину, ох, это вкусно. А все вот эти вот сухие, девочковые вещи, но... А ты считаешь, какой должен быть цвет у розового вина? Насыщенный? Или же такой слабо... Такой лососевый, с лососевым оттенком? Ну, это мода. Если мы посмотрим, раньше там Матеус, или, например, вина из Навара, они же все были очень клубничного, яркого оттенка, да. А потом пришла мода на Прованс, и все очень быстренько повторили их успех, и все стали делать лососевого оттенка. Но тут тоже очень сложно, да. Например, если мы возьмем игристые вина в прошлом году, когда мы делали у Константина Дзидоева бленды игристых вин и Дазаш, очень интересный комментарий. Он сказал, что, например, если ты делаешь одну композицию, что цвет потихонечку исчезает. Так что... Я лично люблю бледного цвета. Мне очень нравится, когда вот прям еле уловить. Ненасыщенная, полностью переходящая в красный. Иногда смотрят, написано розовое вино, а оно прямо красное. Да, 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 да. Как такой, знаешь, пино нуар такой сладкий. Как будто, да, это какой-то такой полунедодел. Уже почти красный. Уважаемая Татьяна, возможно, случайно вы когда-нибудь пробовали узбекские вины? Если да, поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Не пробовала, извините. Тогда второй вопрос. Что вы скажете по поводу армянских винов? Армянские вины я постепенно начинаю пробовать. Ариене Нуар очень интересная позиция. Конечно, все говорят, что воскевас, правильно произношу? Воскевас? Воскевас. Сорт винограда. Воскевас. Нет, подожди. Вот сейчас, подожди. Вот мне вставать лень, конечно. Нет, есть производитель воскевас, который делал. Вот, вот, воскевас. Вот, производитель, я вот про него. У него очень много теплых отзывов. Я их каждый год пробую как раз-таки на выставках разных. Вот имбаев, вот как раз-таки зарых представляет очень много армянских вина. И вот с удовольствием я смотрю. Мне кажется, потенциал там есть. Александр Павлович Сикорский говорит, бисер делает винодельня колонист. Владельцы Силья Плачкова. Да, 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 да. Вот я с ним в Лондоне встречалась. Колонист точно, видишь? Кто как вспоминает. Вот мы недавно дискутировали, кто как делает сей пиар, например. Я спрашивала уже у пары людей. Вот Павел Швец очень круто пиарит. А вот скажи, как его винодельня называется? И каждый второй на самом деле забывает. Вот Павел Швеца все помнят, а название винодельня через раз никто и не помнит. Думаешь? Да. Хотя да, Татьяна, никотин сигареты влияют на профессиональные навыки рецепторов? Не влияют. В свое время я делала исследования на эту тему. Во-первых, я написала Анну Нову, помните, вот этот вот винный круг-то был? Там сорта вина, не сорта, там разные характеристики вина, первичные, вторичные, третичные, все вот эти вот вещи. И как раз она очень такой крутой ученый. Я у нее тоже спросила эту тему как бы с сигаретами и сама смотрю там на критиков, курит, не курит. Так что, если курите, курите. Ничего страшного. Ну, я не сторонник того, чтобы курить, но я могу сказать, что все-таки для, во время работы с Амелье, когда Амелье работает с гостями, здесь очень определенный момент не с точки зрения эксперта, а с точки зрения человека, который к тебе пришел, если он курит, у него немножко рецепторы работают по-другому, он более горечь воспринимает больше и так далее. И поэтому Амелье, который... Нет, 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 нет. Ну, что нет? Что нет, что нет? А вот есть специальные такие лакмусовые бумажки, которые там Танюина проверяют, То есть раздражаемся это мы, а не они. Вот, например, ты пришел на дегустацию, если человек пахнет сигаретами или парфюмерией, мы раздражаемся, потому что человек вообще все равно. Нет, я не про это говорю. Человек, который очень много курит, восприятие его вкуса Танине вино, тем оно для него более ярко выглядит, в отличие от того, если ты не куришь. Я просто говорю, я периодически, да, но я хочу сказать, что я не сторонний. Ну, как бы, вот вкусы отличаются очень сильно между теми, кто вообще не курит и не знает, он по своему ощущению, по своему мнению доносит информацию гостю, а гость воспринимает более насыщенные плотные вины, которые курят, более, ну, как бы, еще сильнее. И получается, что гость может отказаться от вина, поэтому нужно знать, что в окусе, что ты чувствуешь, какие у тебя ощущения. Но я это могу по практике сказать, однозначно, уже проверял неоднократно, и я понимаю, что все-таки люди, те, которые очень много курят, они, у них вкусовые рецепторы немножко работают по-другому, более насыщенные там, более плотные. Но я не сторонний к тому, что курят. То есть просто неплохие критики или плохие судьи. Нет, ну, послушай, вот Роберт Джозеф, очень уважаемый человек, он курит, и курит немало, я неоднократно обращал внимание. Наглядный пример. А где Роберт Джозеф рассказывал у нас про вино? Вот вспомни хотя бы одну дегустацию, где Роберт оценил вино и публично начал про него говорить. Вот он, например, является официальным лицом старый Аббат, который рекламирует грузинские вина в Великобритании. Он тебе расскажет про Грузию, про Хачапури, про курь, мы не знаем, что угодно. Но вот так, чтобы он попробовал и начал публично говорить про вино, такого практически нет. Я его знаю с 2001 года, мы с ним делали некоторые дегустации и выставки, поэтому я видел, как он работает, мне очень нравится. Не знаю, может быть, ты не попал на эту историю, но я неоднократно. Что он делает или не делает, а в плане того, как он комментировал, то, что он комментировал именно вино, последние пять лет я это не слышала. Ну, последние пять лет мы, наверное, так не соприкасаемся, но раньше было, ему давали вино, и он очень много, особенно перед конкурсами с Амелье, тоже мы собираем ребят, и он вот проводил некие мастер-классы. Мне очень нравится, как он общается, говорит, ну, у каждого как бы по-своему восприятие. Татьяна, как вы относитесь к винам Кубань-Вино? Я у них была. Ванда, Ванда Бондарь, да? Ванда Бондарь, да, замечательная женщина. Очень хорошая женщина, очень любит бочки, очень любит бочки, помещающие Шардоне, Рислинг. Мне кажется, вот для того потребителя, до которого они делают вина, все очень хорошо, и мне очень нравится их команда. Команда роскошная. Приезжаешь на винодельню, ребята изумительные. Им дают, пробуют делать новую вину, то есть там есть какие-то эксперименты, все это очень здорово. Так что... Раньше этого не было. До момента, пока Ванда Бондарь не стала главным виноделом, потому что там немножко по-другому структура была. И многие вот говорили о том, что сейчас вот как уйдут там те вот виноделы, которые были на Южной, они производили вина, вот огромный, представляешь, это миллионы же бутылок, это огромный объем. Я всегда удивляюсь, когда люди могут, умеют делать вот эти вот большими объемами. Конечно, это очень круто. Да, и благодаря ей и вот команде было создано экспериментальный цех такой небольшой. Они берут студентов на работу, дают им возможность работать с виноградом. Это очень круто. У Кубани очень большое будущее, я очень рад, что они есть, и как у них все поменялось, при том, что я несколько лет назад приезжал к ним, вот мы с Сашей каждый год к ним приезжаем, мы просто отметили, что буквально позапрошлом году, после нашего приезда, мы перепробовали порядка 130 наименований вин, особенно в рамках Роскачества, да, и вина реально поменялись, они стали чистыми. Раньше были постоянно какие-то пороки, а сейчас они просто очень чистые, и уже ты видишь один общий стиль в разных вариациях, но он есть, и это очень круто. Я думаю, что у ребят еще будет все очень-очень круто. Есть такое понятие, там сравнение вин-лайк-ту-лайк, то есть мы все время сравним с Фоногореей, я помню предыдущие годы все время Фоногореи выходило вперед, а потом, если ты похожие позиции одного года сравниваешь, что Шато Томань сейчас показывает отличные результаты. Единственное, я бы, может, комментарий бы сделала, что когда заходишь на их сайт, очень много линий и этикеток, вот есть, говорит, маркетинг запросил, маркетинг просит, они сказали, что это лучше пойдет, но вот меня всегда удивляет вкус определенных людей, не только касаемо данного предприятия, вообще, вот маркетинг сделал заказ, и вот дальше пошло и поехало, вот под них начинают работать. Ну, блин, откуда маркетинг все это может знать? Есть лица деликой экспертиза, то есть это нормальная европейская практика для виноделин, которые выпускают вина в стиле entry-level, что маркетинг диктует свои правила? Ну, потому что они несут ответственность. Да, и если мы посмотрим компанию Галлы, которая там сидит в Модеста, в Калифорнии, там же то же самое, там 16 человек будет сидеть и следовать рынок, а потом говорят, так, а сейчас мы запускаем там маската голубого цвета с алкоголем очень низким, и все, они это сказали, этот продукт выходит на рынок и продается везде. У меня, кстати, была, вот я когда переехала в Россию, я смотрела, что, например, очень поднимается рынок всех вот этих фудмолов, и вот это вот вечно давать винный бокал, это, конечно, какой-то был вечный геморрой. Я думала, как не хватает нам жестяных банок, мне очень хотелось выпустить вино из жестяных банок, причем я готова была сама инвестировать. Сейчас я просто, знаешь, 10 раз перекрестилась, так я думаю, а если бы я вложилась, и где вот наши сейчас фудмолы, и когда они вообще проснутся, то есть, ну вот бог миловал. А ты, кстати, вот вопрос хороший ты подняла, так вот банки жестяные, это нормальная история? Это очень круто. Это очень круто? Да. Вот подожди, а можно я прямо оторвусь и вот на секундочку я их принесу, можно? Да, да, конечно, давай. Давай, подожди, три секунды. Задавайте вопросы, эфир, конечно, очень интересный, я понимаю, что больше двух часов это очень много, но хочется о многом поговорить при очень приятных всегда собеседниках, поэтому... Так, у меня, наверное, дресс-код был виден, да? Такой полупраздничный, до пояса только, пока тут уходила, пока заходила. Не знаю, я ничего не увидела. Отлично. Во. Так, это что? Это я в Австралии купила в прошлом году, причем они узенькие, они, знаешь, они на ощупь такие бархатистые, и они даже вот не отдают металлам, то есть их вот держать, посмотри, это вот, это не толстая пивная кружка, то есть вот это вот держать очень классно. Я открыла, пошла на какой-то концерт, вообще просто идеально. А как ты думаешь, почему до сих пор никто этого не сделал? Вот мне, кстати, вообще ни капли не понятно. Вот дочка Коппола запустила, на самом деле, дорогой бренд, Blanc de Blanc, как будто бы дорогой, Blanc de Blanc же дорого звучит. И вот она так вышла на американский рынок с такими банками. А вот в прошлом году, когда я была в Австралии, вот у них есть полбутылки, и вот таких же стенных банок у них огромное количество. То есть это 3-4 полки, то есть все как бы вот появилась новая категория. Скажи, а в них, соответственно, игристые можно делать? Игристые самые классные из них сделать. Как раз выпил, и смотрим, вот газика запустил, 3 секунды производства. Мечта! Ты понимаешь, какой стереотип у наших людей, что вину должно быть нормальное в бутылке? Разве может в банке быть что-то нормальное? Ну что, а винт раньше никто не пил. Вот винтом же тоже считалось очень плохо. То же самое. Ничего, дойдем и до банок. Да, еще лет 5. Ну, сейчас кто-нибудь решит это сделать. А по ценам они же больше дорогие быть не могут. Это же просто обычный, стандартный. Да, 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 Это простое вино. Недорогой, конечно, это самое главное. Мне кажется, что это все равно будет очень достаточно дорого. Если дорого, оно никуда не пойдет, оно должно быть недорого. Вот шато-тамань, вот это как раз таки их формат. Насколько отличаются обычные потребители вина в Европе от россиян? Кто более требовательный, привередливый? Мне показалось, что европейцы более проще относятся, чем мы. В Москве все знают бренды. Вот у нас же есть такое понятие новые и старые деньги. Например, вот у меня в Великобритании было два бизнеса. Один у меня был в деревне Бартфилд. Это старые деньги, люди, у которых огромные поместья, много земель, вот они на этом и живут. А второй был у меня объект около аэропорта Стенстер. Там были новые деньги. Соответственно, там, где новые деньги, люди любят бренды. Вот им очень важных озвучивают. Там Фрискобальди, банки. Люди все это знают. Там Геон. А если это старый рынок, у них как-то более лояльное, простое отношение ко всему. То есть, я бы сказала, что Москва в разы капризнее Великобритании на сегодняшний день. В разы. То есть, если ты что-то открыла рот, то надо как-то какую-то, я не знаю, смысловую нагрузку говорить для правильного гостя. А там у них все уже налажено. То есть, у тебя там есть какой-нибудь твой дилер, ты у него покупаешь по локации там. То есть, у них рынок развитый. В чем там кайф? Например, вышла, например, Антремер, Бургунди. В январе представили вино, вот тебе списочек дали, ты там галочка-галочка-галочка по ящику. Отправили тебе фонд вначале безналоговый. Ну, или сразу домой. Просто домой сразу никто не забирает. Это большая репса, потому что ты потом перепродать можешь. Вот. То есть, у них их тяжело повернуть. То есть, если они кому-то привыкли, они очень долго с кем-то и работают. А у нас можно на себя, в принципе, достаточно быстро переключить. Следующий вопрос Константинович задает. Зачем делать сухие ристлинги и диверсы, если они никому не нужны? А где он живет, наш этот товарищ? В России. Ну, где я? Где в России? Это Россия большая. Где? Не знаю. Не знаю. Понятия не имею. Я за сухие образцы, конечно. Однозначно, я за сухие. Если я понимаю, что человек только пришел в мир вина, я, конечно, предложу ему и диверсы, и пенобланы, что-нибудь такое полусухое, никогда не буду наставить на сухом, но я буду искренне молиться за этого человека, чтобы, наверное, где-то там в следующие десятилетия все-таки до сухого ристлинга дошел. Круто. Так, а тебе самой нравятся какие вина? Сладкие. Как ты относишься к сладким винам? К сладким я отношусь очень хорошо. Очень хорошо. Мне очень нравится, когда у них есть кислотность. И вот один раз надо попробовать Шато-Экем правильного года, и сразу все встанет на свои места. Если даже мы посмотрим вот дегустации Бордо, Гран-Крю, то все винные критики, несмотря на то, что сначала нужно пробовать там белые, красные, они все всегда бегут сначала пробовать Шато-Экем, потому что он окончается в первую часть. На удивление. Да. А Арбатская пробовала? Арбатская? Да, пробовала. Ну, знаешь, вот у меня была коллекция супермаркетных позиций в Великобритании, эти вины, которые там у меня лежали в погребе, у меня там по блату достались 30-летней давности, всякие там, Матеус, например, 10-летней давности. Арбатская? А где его купить? Я вот, да интересно, прям схожу завтра, а где? Да это, это, это лучше не надо, но я, конечно же, смогу это сделать, но лучше не надо. Нет, ну, напиток, это же куча ароматизаторов, там всего. Я пробовала Мистрим, как он называется, это московский проект, Мистрим? Мистрим? Мистрим, который в Краснодарском крае находится. Мистрим, да, вот этот проект, вот я пробовала от их вины, да. Ну, сейчас они становятся гораздо интереснее, у нас как раз будет эфир с Денисом Руденко, он тоже помогает им, и я думаю, что это будет очень-очень правильно. Я думаю, всех владельцев немного обидело, поэтому... Ну, слушай, я думаю, что владельцы, во всяком случае, Олег, владелец этого хозяйства, он абсолютно адекватный, и что бы ни происходило, он всегда очень адекватно воспринимает... Ну, вот зато посмотри, какие сейчас вины, если ты говоришь, пошло улучшение, но и очень радует. Да, 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 нет, он вообще большой молодец, и команда у него хорошая. Татьяна, как вы считаете, есть будущее у микротеруаров мелких производителей? Тремя руками за, я их буду всегда всех поддерживать, с кем бы я не работала, как только нашелся правильный перуар, в прошлом году мы сделали огромное исследование на территории имени Сикоры, как раз таки мы смотрели, где вот эти все микрозоны, и под каждую микрозону будет, вернее, уже сделана отдельная подвязка специальная. Да, я за микротеруары. Какая выкладка наиболее популярна в супермаркетах в Великобритании с большим винным ассортиментом, по цвету, по стране, есть ли какие-то изменения в этом направлении в последние годы? Задает Александр Ставсов вопрос. Да, опять-таки, смотря где, если это винный бутик, в Великобритании все-таки не расставляет вины на белое красное. Все-таки это все перемешка. Речь о супермаркетах. О супермаркетах. Ну, все так же традиционно по странам. Здесь, скорее всего, я увидела, наверное, новую тенденцию в Америке, где я увидела, что они в категорию вин почему-то стали вставлять кредкий алкоголь. Для меня вот это вот было какое-то новое открытие. То есть не просто аксессуары для продажи, а то есть стояли там виски, водка, там, при этом, Каберне-Савиньон. То есть, опять-таки, сколько метров? Метров 10 один Каберне-Савиньон. Из-за фильма Мерло чуть-чуть, конечно, сдулась. Но там идет вот по сортам, потому что Америка, Красная, Калифорния, это Каберне-Савиньон. Смотри, какой рынок. Потом такие, потом какие наценки. Если там рынок Австралии, то у них все импортное там очень дорогое. Соответственно, там у них шеря с игристой будет вот столько стоять, а французское шампанское вот столько. Если рынок Великобритании, то все достаточно аккуратно распределено, но он у них в супермаркетах очень старомодный рынок, очень старомодный. Там до сих пор какие-нибудь там, не знаю, там позиции классических регионов. То есть им очень важна категория, там Борола. Пусть это Борола будет вообще не питьевым, но оно там должно стоять. Но все по стране, все по стране. Единственное, что вот они классные вещи делают, например, тот же самый там. Опять-таки, мы же говорим об иерархии супермаркетов, то есть там вот очень все понятно. Если мы берем демократичные, а Aldi, то они сделали очень крутую вещь. Я, кстати, на эту тему, по-моему, даже с Руденко разговаривала, я не помню. А, да, я у него как раз спросила. Я говорю, слушай, а почему ты в своей коллекции какой-нибудь простой супермаркет не вопнешь? Это же будет просто хит-продаж. Представляешь, там твоя коллекция стоит как бы во всем этом шмурдике. Кого ты спрашивала? У Руденко. А какая у него коллекция? Да никакой у него нет. Я ему говорила, что ты не сделаешь для супермаркета свою авторскую коллекцию из вин. Вот. Ну, то есть, вот что сделали Aldi, мне это очень понравилось, что они сделали отдельную полку с очень крутыми вещами. То есть, например, там средняя цена на полке там типа 5-6 фунтов. А они поставили вина от 12 до 20. Очень интересная позиция. Очень крутого качества. Вот смотри, вот специально тебе подготовила, да, вот, например, в супермаркет. У них идет портфолио дегустации, пресс-тестинг. То есть, все вина, которые есть в супермаркете, ты их пробуешь, потом эти же вина можешь найти в коллекции не ритейл, а уже там у дистрибьюторов, кто продает вина для ресторанов. Вот так, кстати, я себе вина выбирала. И так я учил пробовать дешевые позиции. Потому что если ты разбираешься, что нравится конечному потребителю за 5 фунтов, то это совсем как бы другой род, как ты понимаешь. Ну, то есть, там совсем по-другому нельзя оценивать вина. Угу. У Роберта Ваерца у Роберта Ваерца красивые этикетки и Донна Фугата. Да, есть, как научить россиян верить в то, что в России есть хорошие качественные вина. Вот я для себя уже какой-то план, я как раз над этим вопросом думаю уже 2 недели. Вот, например, сейчас появились Симпли вина Галецкого. То есть, мы их поставили на промо-зону, мы о них говорим, причем мы их сравним с какими-то другими образцами, в каком они стиле. Например, у Галецкого в этом году у Рислинга хорошая кислотность. Но я не могу их приравнять к винам Южной Австралии, потому что, опять-таки, у наших людей нет понимания, что такое австралийское вино из бороз. То есть, они не знают этот стиль, соответственно, я не могу его к чему-то другому приравнять в том стиле, в котором он сделал. Но я точно знаю, когда имение Сикора придет, я просто поеду в каждую винотеку в Симпл Вайн с бутылками вина и сделаю дегустацию. Это даже не обсуждается. То есть, я обязательно как бы донесу все секреты этого производства, потому что, если у тебя есть ковистые винотеки, то это то ключевое звено, которое донесет до потребителя правильную информацию. Если ты его учишь каким-то там нудным вещам про Торуар, он тоже будет это мычать госту, в том числе, клиенту. То есть, надо рассказывать что-то интересное. И у тебя буквально есть 30 секунд, чтобы тебя гост услышал. Согласен. Татьяна, в имении Сикора каждый сделает. Вы попробуете в Дагестане сделать? Я туда очень хочу. Комментарий такой. Очень. Но Дагестан это абсолютно новый регион. А Гунько когда будет у вас? Или уже был? Где? У тебя когда будет Гунько? В субботу. Вот. Вот он же гений. Он знает все российские Торуары. И он тебе расскажет самые классные участки земли именно в Дагестане. Я туда очень хочу. Очень хочу. Посмотреть, мы были в Дагестане, знаем там все хозяйства, которые есть. Конечно, абсолютно теруар, который еще не то, что недооценен, там очень мало хорошего качественного вина, к сожалению. Но с точки зрения его будущего это очень круто. Да, да. То есть про вино и даже пока мне даже не интересно там про вино разговаривать, а вот именно найти правильные Торуары. Да. Но сейчас если обратить внимание, есть замечательная Дербенская винодельская компания, абсолютно современная. И это один из таких ярких проектов на сегодняшний день, что можно попробовать дагестанское вино, а недорого, а очень качественное. Действительно, так оно и благодаря им сейчас их соседи и все остальные вокруг начинают двигаться вперед, потому что ну как-то все очень просто, просто относились к виноделью, а сейчас меняется вся ситуация. Это очень приятно. А кого вы считаете? Кого? В справочнике сделать какую-нибудь отдельную там рубрику, типа Baby Sarkeesian. Ну то есть вот тут у тебя как бы великие вины, кому ты дал уже хорошие оценки, а вот здесь типа, а вот у этих есть потенциал, типа вот я им даю зеленый свет, там, следите за ними. Мы всегда в гиде пишем, есть производства, которые, винодельные, у которых нет вин, но они, их описание есть, там как раз мы ждем на будущее, мы это пишем. Так, второй час на одном дыхании. Браво, Артур и Татьяна. Спасибо, уверенно. С вами под дагестанскую баранину замутите дагестанское розе. А что вы думаете о молдавских винах? Вы что думаете о молдавских винах? Я пока очень мало о них думаю, но вот с твоей подачи, читая твои посты, я так понимаю, что там огромный прорыв. Тут скорее ты уже подскажешь. Да, мне это очень понравилось, мне понравились хозяйства, мне понравился подход, там абсолютно все по-другому, и действительно очень много качественного, поэтому то, что у нас в этом году, я очень надеюсь, что планы не будут как бы меняться из-за всего происходящего, где-то порядка 15-16 виноделин, которые попадут из Молдавии в гостевые страницы российского винного гида, а в следующем году будет абсолютно полноценный винный гид, я в это верю, и у нас еще и Грузия, потому что, как я уже говорил, моя мечта сделать на десятилетие винного гида в 22 году, в декабре месяце, представить абсолютно все винные гиды, которые появятся до этого времени. 10 лет уже, 10 лет не бросаешь, ты же представляешь, какой подвиг ты делаешь. Ну да, спасибо. Нравится ли вам био и все остальное, вся остальная эта история? Как долго продлиться мода на био-вино? Био-шмео. В прошлом году была на выставке виннотер, как раз-таки там виноделы специализируются на всех вот этих позициях. Есть интересные образцы, есть талантливый винодел. Тут, скорее всего, даже не сколько вино, а сколько таланта от бога именно винодел. А в целом процентов 90 это вообще как бы не питьевые вещи и прикрываться, что это аромат сидора или каких-то там, не знаю, там еще чего-нибудь такого неправильного, там моченых яблок. То есть у всего должен быть правильный баланс. если мы говорим про белое вино, то там какие-то еще поблажки есть с каким-нибудь уникальным стилем а с красным, мне кажется, шаг левый, шаг правый, расстрел. Там просто все изъяны сразу видны. Но в целом как ты считаешь моду? Мода, да, мы обсуждали как раз-таки у нас была одна дискуссия с мастеров Майнс и что самое грандиозное виноделы сделали со всем этим биошмиром? Они привлекли к вино молодой аудитории. То есть вино стало таким как бы для среднего возраста, чуть подстарше, а тут пришла молодая аудитория, которая пьет не сидор, не пиво, а именно вино. Ну пусть они пьют биошмир, да, вот им это нравится. Вот, например, у нас с проектом Вайн Дебо, пожалуйста, там приходят именно за таким вином. То есть молодежь. Ну да, молодежь как раз я видел глаза ребят во время дегустации, как они слушают внимательно, особенно когда это авторитетные люди об этом рассказывают. Это, конечно, ну, не знаю, довольно специфично. Вкус это приливание определенного вкуса. Я просто вспоминаю, когда я учился в школе за мелье и в самом начале и те вина, которые преподносили там Сандро Хатяшвили, Анатолий Корнеев, там Ольга Еланская, такая, все, что приносили, все, что давали пробовать, оно очень сильно запоминалось. И ты уже дальше идешь с воспоминаниями этих вкусов. Это как раз вот то, что происходит уже долгие годы. Мы говорим об импортных винах о Италии, Франции, Испании и так далее, а российских-то не было ничего, и огромное поколение выросло без понимания того, что российские вина вообще существуют. И еще вот я очень люблю приводить пример, вот Анатолий Корнеев где-то лет 5, там он, наверное, уже до суток, какой 5 лет, уже лет 10, у него был материал «Этап становления виновкуса». И он все время приводил пример. Мы-то все выросли на кинзмараоле, на сладком вине наш род был совсем другой. А молодежь, она не вырастала на сладком вкусе. Вот они, то есть вот первые шаги это у них вот как раз-таки в биошмиле и есть. А дальше, я уверена, они его распознают, очень много чего перепробуют, и потом перейдут к чему-то более интересному. Но опять-таки, лично я, я обожаю дикие дрожжи. То есть я дикая их фанатка. Если станете виноделом, какое вино произведете первым? Белое или красное? Когда вот я работала в Шато-Марго, у нас всегда все говорили, что белое вино произвести в разы сложнее. Мы тогда учились на Павильон Блан, и это была какая-то сумасшедшая вещь. То есть я тогда открыла для себя Савильон Блан в дубе, и как он стареет, то, что оказывается у меня там через 5-7 лет появляются какие-то там оттенки меда. Это вот как бы сторона белого, да? То есть вот Савильон на тот же самый там банальный, да? То есть это интересно. Ну, конечно, 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 я больше люблю белое вино, и если бы я смогла произвести легендарный Шардоне, я бы очень радовалась, потому что просто упускать какую-то фигню, наверное, было бы скучно. То есть сделать вино, выполнить из неизвестного сорта в разы проще. В разы проще. Ты выпустил что-то неизвестное. Вот у меня Марселана, вот у меня тут Сибирькова. А какой он должен быть? А кто его знает, какой он должен быть? Ну, вот трава. А, вот давай, трава будет. И все, вроде как прокатил. И на конкурсе хороший балл тоже. Ну, потому что никто про этот сорт не знает. А вот если ты делаешь международного сорта, и что-то сделал неинтересное, вот тут у тебя уже шаг. То есть если делать, так вот, чтобы был такой вот серьезный челлендж. Как раз Шаре Михаил задает вопрос. Дагестанские вина удалось попробовать? Если да, ваше мнение. Ну, надо тебе организовать, на самом деле, Миша, вот вместо того, чтобы просто говорить, задавать вопросы, давай организуй, чтобы человек мог бы попробовать и высказать свое мнение. Я думаю, это было бы интересно. А вот армяне очень быстро подсуетились. Вот у меня вот там уже три коробки с армянским вином стоят. Пожалуйста, пробуй. Вот он как раз нас слушает. Это Акоп Саркисен. Акоп, спасибо большое. Спасибо. Очень изумительные образцы. Пробую их достаточно редко, так, чтобы запомнились. Игристость, скорее всего, займет какое-то еще время. Керчь, да? Керчь, игристое вино. Какое? Игристое вино. Кеш. Да, 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 да. Вот его, конечно, я подожду. Да, оно очень классно. Татьяна, вы оцениваете вино всего мира. Уровень ответственности с этого уровня. Как справляетесь с давлением ментально и физически? Давление только с какала, когда в Россию переехала. Месяца два-три, а потом все перестало. Нормально все. С давлением пока не старею. Радует. Таблетки не пью, одни витамины. А ментально? Ментально, а где сложности? Я не знаю, это несложно. Вот сложно. Может, кто-то на тебя давит. Нет, сложно, когда ты продал свою квартиру, на эти деньги купил бизнес. Вот это вот ментально сложно. А когда попробовал вино, в принципе, ты же адекватен. то есть это не тот уровень ответственности? Как раз по поводу банок металлических. Миньон 0,375 под винтом отличный компромисс. Не воспринимается вино в стекле. Не в стекле. Не воспринимается вино не в стекле. По ГОСТу вино ЗГУ может быть разлито только в стеклянную тару. А мы же не говорим только о вино ЗГУ. Мы говорим вообще в целом пускай это будет просто просто ЗГУ России или пускай даже не ЗГУ, а столовое вино из России. А кто вообще сказал, что, например, если ты на этикетке пишешь ЗГУ или ВЗНП или ВЗМ нет, ВЗНМП или как он там называется? ВЗНМП. Да, да, да. Что это кому-то известно. Это известно нашим виноделам. Это известно тем людям, которые придумали закон. А вот иди вот на улицу, выйди и спроси, что это такое ЗГУ. Сто из ста даже тебе не скажешь, о чем вообще речь идет. Контратикинку, что ли, кто-то будет читать? Нет бренда ЗГУ. Акоп пишет, теперь вино в машине будут пить. Негде больше. Ну, послушай, мы же, жизнь-то не закончилась, у нас все еще впереди. Что-то, почему? Ну, сейчас негде пить вино, типа. Как это, бездомность? Больше бы, ну, не знаю. Акоп, что ты хотела этим сказать? Татьяна, вы дегустировали вино из сорта Сибирьковой? Да, конечно. И мне еще понравился комментарий Поповича в свое время, что он сказал, например, почему иногда Сибирьковой отдает серый, что на самом деле это вот особенности определенных винтажей, когда вот это не то, что винодел не получилось, а вот что-то происходит с этим сортом. В принципе, да, интересный вариант, можно пробовать. Хороший entry-level. Сейчас его исполняет еще уже в Ростовской области винодел на Бокуме. Сибирьковый. Сибирьковый? Да. есть же этот, Арпачин. Юрий Малек. Юрий Малек. Юрий Малек, Ну, мне кажется, у Юрия Малек с Сибирьковым, как бы не нравится его Сибирьковый, но он кардинально отличается, конечно, от Ростовского. Он у него такой более холодный, более кислотный, более свежий. То есть, после него хотя бы определились, что такое там Красностоп, Золотовский и Анапский, то с регионами, я думаю, Сибирьковый все идет очень по-разному. Я не знаю просто, кто какой клон использует, но они разные. Думаю, что в нашей стране нет вина в жестяных банках из-за законодательства. Если ее разрешат, могут неожиданно запретить. В банках в России выпускают винные напитки Бости. Так, Маша Васильева из Шеф-Сомелье давно с банками носится. Поговори с ней. А как это не нужны? Только сухие. У нас в провинции народ пищит от рислингов. Гиверц из Эльзаса или из Тринтина все-таки Татьяна? Гиверц из Эльзаса или из Тринтина все-таки Татьяна? Гиверц из Эльзаса из Тринтина, да. Кислотность. Ну, смотри, смотри, какой. Если какой-нибудь там классный, гран-курюшный, то, конечно, более правильный. И потом, вот я когда выразилась сухой рислинг, а тут тоже надо понимать, там, берем ли мы старую, там, классику немецких с 7 на 7, там, кислотность и сахар, да. Если очень высокая кислотность, ты сахар же не чувствуешь. Соответственно, тут как бы такой очень тонкий баланс, поэтому, наверное, то, что я так громко сказала, да, давайте переходите на сухой, тут все-таки сложно. Татьяна, вам нравится абрикосовый бренди, который так любит Артур Георгиевич? Ну, вот если он даст его попробовать, то, наверное, мне тоже понравится. Хорошо. Татьяна, мы работаем над микротеруарностью, по каждому блоку работаем, да, мы знаем, это как раз измение секоры. Как вы думаете, что будет в моде в винном мире в ближайшее время, не считая пятнатов, биодинамики и оранжевых вин? Ну, то, что мы переходим на белые вина, это чувствуется. А потом, опять-таки, какая аудитория, да, то есть, например, если я говорю про наш Гран-Крю, там классика, там Бургундия, шаг левый, шаг вправо, Бургундия на втором месте это классика Бордо. Соответственно, например, чтобы я поставила какое-то российское вино в Гран-Крю, это уйдет, наверное, еще там какое-то время. Поэтому нет такого однозначного ответа, что какой-то там или сорт, или производитель, или стиль, смотря про какой рынок и про какую категорию вин мы говорим. Татьяна, если был бы шанс обнулить карьеру, если не вино, то что? Кораллы бы выращивала и цвета бы изобретала, вот краски бы производила, это я всегда говорю. Да ладно. И причем, вот мне кажется, если бы мне было 20 лет, я вот даже себе представляю, как бы я там ныряла, смотрела, какие у них там виды, высаживала бы их, пересаживала, понимаешь, как ты за растениями ухажаешь, лица тоже именно, то же самое, или цвета изобретать. Поэтому английские все вот эти оттенки серого, да, они великолепны, там их столько оттенков, там с синим оттенком. Я вот хожу на мастер-классы Farwin Ball в Великобритании, как раз-таки их устраивает, вода бокальщика какого-нибудь правильного, английского, игристого, дикий восторг. Мне очень нравится разбираться в цветах. Про железные банки понятно, а кто-нибудь в Россию завозит игристые вина или молодые вина в кегах? Я имею в виду как пиво. Нет, конечно. Эта тема, она очень быстро появилась, очень быстро потухла. Не знаю, насколько это будет в дальнейшем востребовано, хотя все может быть, рынок меняется, особенно, смотрите, никто не ожидал то, что сейчас происходит, что может быть вообще. Ну да, если бы тебе в прошлом году сказали, вот будет такое, ты бы сказал, ну сумасшедший. Ну да, каждый раз такое. Татьяна, исходя именно из вашего опыта, сколько лет надо российской винодели для того, чтобы выработать узнаваемый стиль. Ну вот если мы смотрим по опыту Левкати, то нужно еще лет 10. 10 лет. Да, 10 лет. Татьяна, когда вы все успеваете, планируете свой день? Да, планируем. Планирую, обязательно планирую. Если раньше он был у меня в телефоне распланирован, то сейчас я завела по старинке записную книжку по часам. Сейчас же всякие вебинары появились, еще интересные. Я научила вебинароваться. То есть я все равно отошла от всех российских вебинаров, потому что они в конце что-то продают. Остался столько там вордкласс с тренингами. Потом у меня есть одна программа по детоксу с австралийцами. Там расписаны сразу и пилатес, и йога, и все эти занятия по нашим органам и почки, что с ними происходит, и с желудком. Ну, конечно, у Мастер Клайн идут все. Вот сейчас начались семинары, мне интересно, там у Венос какие-то вещи, время на себя, на общение. Ну, в принципе, да, все понятно. Потом как бы в 10 утра мне там все время планировки идут, там всякие задачи ставлю персоналу и командусь свои. Пока нормально. Да, то есть обязательно планировать. последний вопрос, просто ответьте, виски или коньяк? Виски. Потому что я раньше вела туры в Шотландии, конечно, для меня мир виски очень близок, территория дома. И до сих пор, кстати, я мечтаю купить землю на острове Айла, чтобы у меня там был свой маяк, и когда-нибудь там будет отель там AirBnB. AirBnB, да. Игорь спрашивает Артур, мой вопрос про чаевые пропустил. Повторю, Сомелье в винотеке имеет право на чаевые? Вот. Я недавно как раз с вами ребятам спрашиваю, ребят говорю, давайте банку поставим и напишем, типа, мы тут на передовой, вот давайте как бы нам за хорошее обслуживание чаевые. Ну, есть политика компании, вот в нашей компании чаевые не приветствуют. Но если бы это был мой независимый бутик, я бы обязательно поставила, потому что для меня это было показательно не денег, а на самом деле как хорошо обслужил ковист. То есть мы все время, мы же Сомелье даем эту возможность, хорошо обслужил, ему дали классные чаевые. А чем ковист хуже? Подожди, а это ты говоришь здесь, но здесь немножко другая история. А там, в Англии, есть чаевые, платят? Так, вот я просто сейчас вспоминаю, вот в Selfridges были ли у нас чаевые на кассе, никаких чаевых у нас не было. У нас такая была политика, что ты приходишь на почасовую работу, у тебя есть мотивационные программы от алкогольных компаний, очень мощно Лоран Перье поддерживал на Новый год, то есть продал 8 бутылок, Гранд Сиэкл получил себе в подарок, поэтому все продавали Лоран Перье, нам вообще было все равно, мы продавали Лоран Перье. Вот это как бы как раз-таки перекос в продажах, поэтому если ты делаешь мотивационные программы для ковистов, то ты на самом деле можешь перекосить свой бизнес, я к этому, кстати, очень плохо отношусь, это неправильно. И чаевых, да, не было, но менеджеры, менеджеры и все управленцы, они получали огромный бонус, то есть ли в Селфриджи сошли продажи, начиная с ноября по декабрь, середины ноября по декабрь, то все были в полях, все верха, все наши там, не знаю, там, байеры, директора, они все помогали продавать, потому что если они выполняют годовой бонус, то бонус потерялся там такими очень серьезными суммами, поэтому они готовы были там хоть витрины протирать, лишь бы только продавалось очень много вина. Таня, у нас идет, к сожалению, завершение эфир, я бы хотел, конечно, задать еще один вопрос, ну, как бы это не только, я спрашиваю, с кем из российских виноделов или виноделин ты сотрудничаешь? Я сотрудничала с Левкадией два года, больше не сотрудничаю, я сотрудничаю с имением Сикоры, я очень поддерживаю ассоциацию и честно, мне очень нравится то, что делает Алексей Толстой, мне очень нравится, как быстро он меняется, то есть, вот мы помним его вины, которые они были такие бычковые, тяжелые, то есть, я верю, что там будет хороший прорыв, мне очень нравится, то есть, тут имена, понимаешь, из-за того, что у нас в России нет специалистов, ты следишь за конкретными людьми, и ты смотришь, куда они перейдут, и что будет дальше, да, мне очень нравится, что делает Гунько, мне очень нравится владелец Шумринки и их агроном, то есть, я не скажу, что я слежу за винодельник, мне интересны люди в этой сфере, Ну и, конечно же, Костя Цзитоев. Да, ты что, я забыла, как стыдно, какой позор, Костя Цзитоев, конечно, да, да, это Костя Цзитоев, это Костя Цзитоев, я считаю, что он винодел от Бога, и он, то есть, есть понятие, там, сделать вино по рецепту, кстати, я сделала свою винную карту, одну, она никому вообще не нужна, потому что она слишком замороченная, я так и назвала эту винную карту, вино с макияжем и без, то есть, у меня в одной колонке вот написаны все позиции, в которых винодел практически ничего не делал, то есть, там, дикие дрожжи, никакого ботанажа, все очень правильно, отферментировал, выпустил на рынок, это вообще, на самом деле, классный высший пилотаж, все были в холодильнике, ты сделал красное вино какое-нибудь молодое, без дуба, мне вообще очень нравится дегустировать вино без дуба, тогда я понимаю, вот, что происходит с феруаром, когда вот его забили там дубом, не дай бог, этой стружкой, тогда это очень, как бы тяжело сориентироваться. Таня, у нас осталось буквально несколько секунд для того, чтобы успеть завершить этот эфир правильно, я понимаю, что мы уже на третий час не пойдем, вот, но по-быстрому, чей вопрос тебе очень понравился? А можно ты сам решишь? Их было очень много. Слушай, много вопросов было, я бы на самом деле по поводу вот, может быть, жестяных банок бы, который там задал вопросы, задавал, я бы вот, может быть, ему, потому что это очень интересное направление. Таня, огромное тебе спасибо, ты большая умничка, очень интересный собеседник, я думаю, что мы с тобой еще сделаем эфир, вот, соберем кучу вопросов и обязательно это все сделаем. Крепко обнимаются рулю. Всем спасибо, что пришли и выдержали два часа марафона. Спасибо, Артур, за вопросы. Пока.